Поехали. Эм, почему играть не запускается? Пускайся. Да нет, выбора языка нет теперь. David Games. Ах, да, мне... А, она не работает. Сейчас, погодите-ка. Давай в деньги, рок-н-ролл. Да-да-да. Так. Имплотно отправить. Работает ли он? Да. Должен работать. Так, ну тут он не работает. Так, всем привет, с вами Stonecraft. И это Любовь Деньги Рок-н-ролл. Продолжаем. Проснулся я рано... Снулся я рано с больной головой, сушняком и ужасным ощущением смыслного бытия. Хорошо, что в аптеке всегда есть аспирин. Впрочем, это единственное, что там вообще есть. Блин, я забыл за водой сходить. Извините. Извините, я вот такой вот... Так стрим начал. Ой, я не стримаюсь. Я не стримаюсь. Я не стримаюсь. Ой, я не стримаюсь. Так. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну и ладно, вчера разговаривали Хотя рано, пожалуй, только для меня Ведь в Токио уже кипело вовсю Клерки спешили на работу в одинаковых белоснежных рубашках Открывались продуктовые лавки и магазины со всякой всячиной Ведь радостные бабульки нараспев заводили беседы друг с другом Я шоу наслаждался жизнью? А ведь раньше даже не замечал, что такие простые мелочи делают мир Куда более привлекательным местом, чем мне всегда казалось Неужели что-то могло пойти не так? Рак за свою безопасность, даже за жизнь Заставил меня понять, что я не готов сию минуту Менять привычный ход вещей Взять и вернуться в СССР? Нет, это не серьезно Пьяный юношеский максимализм Ну а что тогда? Бороться здесь и сейчас? Или просто пустить все на самотек? Не может же такая прекрасная жизнь быть одновременно бесчувственно жестокой? Мид приветливо улыбался мне А ему отозвал мой желудок Приветливо же заурчал А ведь с утра мысли о еде вызывали лишь рвотный рефлекс Я зашел в один небольшой ресторанчик И с наслаждением съел даю курамена Все тревоги от Афина второй план И вдалеке забрезжила надежда Ведь я просто себя накручиваю А ничего страшного не происходит Полтора года жил словно в анабиозе Вот теперь каждая мелочь оказывается трагедией вселенского масштаба Если бы со мной реально что-то случилось Ну домой например Полицейские пришли Инфаркт обеспечен Просто успокоиться и подождать Все само образуется А нет так буду решать проблемы по мере их поступления На подходе к школе меня увлекла за собой толпа учеников В раменной я провел добрых полчаса И было уже не так рано Японцы, американцы, французы, русские Иногда мне казалось что наша школа слишком интернациональная Впрочем это и хорошо Не так сильно чувствую себя среди их чужим Как например сидя за узкой стойкой на низком стуле в типичной японской забегаловке Несколько парней на бегу пожали мне руку А какая-то девочка даже улыбнулась Кажется мы были в одном классе в прошлом году Ну вот хоть убей Не могу вспомнить как ее зовут Еще немного я сказал бы что счастлив Но Возле шкафчиков со сменкой столкнулся с Кэтрин Привет Ты сегодня рано Как-то неожиданно вежливо ответила она Ну да меня бы вчера не было И хорошо столько прогуливать Неужто решил взяться за ум Кэтрин округлила глаза Затем нахмурилась А ну ясно И опять эта ухмылка Я проигнорировал и просто сказал Вот эта ухмылка Да знаешь тут столько всего про это в последнее время Может быть чувствую себя ненормально Но опухшую рожу не скроешь А уж от Кэтрин тем более Ну вот я и Ой да ладно Что ты так уставилась Понятно же все Эмоции быстро менялись на лице Кэтрин И вот удивление сменилось безразличием Она потеряла интерес Нет я не про это Или я Или про это тоже Я не хочу дальше ссориться Просто мне кажется Должна понять мою реакцию Поставить себя на мое место Не знаю Ты вообще о чем? И возмутиво спросила Кэтрин Обо всем Не делай вид Что не понимаешь Не понимаю чего Я уже не знал Как с ней разговаривать Ладно Ты хочешь чтобы я тебя понимала Но вот я тебя понимаю Нет Опять все по новой Ты так Ты так надо мной издеваешься Чего мне от тобой издеваться А это уж тебе виднее Сначала без причин возвращаешься Переводишься в мой класс А ведешь себя как будто так и надо Прояви хоть чуточку уважения И за что же я должна тебя уважать? Я не слышал Кэтрин Я уже и думать забыл про события Вчерешнего дня Про утрене размышления Или просто не общайся со мной Мне надоело перед тобой унижаться Пытаюсь добиться от тебя Хоть какого-то человеческого отношения Я? Похоже к такой реакции Она все-таки была не готова Так что выбирай Я развернулся и быстро поднялся по лестнице на второй этаж О, здорово, Ник Где пропадал? Пески был как всегда беззаботен Бухал Огрызнулся я Я с Натыни в настроении Тогда поговорим потом Грустно отозвался он Кэтрин зашел в класс практически сразу после меня До звонка осталось все несколько минут И они тянулись мучительно долго Во время урока будет легче Будет легче Будет легче утешивая себя Кэтрин же не обращала на меня вообще никакого внимания Нет, но это просто переходит все границы Это уже не издевается о неадекватности Она что там в своих США Велосипедах головой вниз упала? В большой каньон? Наконец прозвонил звонок Весь урок я думал только о Кэтрин Мучительно буквально за дрожью Хотелось обернуться и посмотреть на нее Отлечься не получалось ничем Вчерашний разговор с свеченосой И таинственная угроза Нависшая надо мной Как будто внезапно перестали иметь значение В голове пульсировала лишь одна мысль Надо выяснить с ней отношения раз и навсегда Люблю я ее или уже нет Буду разбираться потом А сейчас надо Надо Но что надо? А, черт, не могу больше так Я громко ударился в бумаг парту Анохинку, он с вами все в порядке? Послышали сдавленные смешки и перешептывания Лучше не бывает, Сай Проверяю, вот Не пусто ли у меня в голове? Учитель даже брови не повел В этой школе он уже всякого навидался Может быть вам к врачу сходить? Да нет же, я говорю, все в порядке Ну как знаете Только не мешайте вести урок После этого зыркового представления стало немного легче Удивительно, но земля продолжает вращаться Не обращая внимания на мои проблемы Прозвенел звонок на перемену К ней подошел Майкл Он как будто не собирался начинать разговор Но почему-то внимательно смотря на меня сверху вниз Ну что? Ой, ну что? Такая спросил я Ты сегодня сам мне свой Это из-за вчерашнего? Вчерашнего? Куда он знает? Я про разговор в кафе А, ну да, в кафе Нет, не из-за этого Все в порядке А даже видеться не в порядке, то будет в порядке И мы нас даже не обернувшись Проша Кэтрин Я уставился и вслед И видимо оскорчил будет от страшной гримасу Понятно Сказал Майкл бесстрастно Что тебе понятно? И опять я начал заводиться Вы все американцы Вы все американцы такие? Какие? Такие, совершенно не считаете с другими людьми Лезет в них свое дело Бесчувственные, холодные и жестокие Мне кажется, ты сейчас говоришь про какого-то конкретного человека Гребет моих зубов был слышен Наверное, по всему классу А знаешь, что Миша? Пошел ты! Понял? Пошел нахрен! Еще мне тут Твоих вопросов и наблюдений не хватало Не лезь в чужую жизнь За собой Следи лучше Я встал с мере его взгляда Но Майкл не отвлек глаза Но это уже как-то слишком, по-моему Когда я толкнул его плечом и вышел из класса Что же я творю, господи? Просто срываются на одном из немногих Кто вообще со мной общается? Может быть, он так хотел мне помочь? Ведь Майкл не кезки Вот бы сразу стал носиться вокруг Продавчески заламывать руки и причитать А со толку? Иногда действительно лучше с холодной головой посмотреть на ситуацию со стороны Я обязательно перед ним извинюсь Но потом Сейчас просто хотелось сменить обстановку и уйти подальше от класса Побыть одному или, может быть, с кем-то Кто не будет лезть в душу Например, с Кимитсу Ну да, она-то, конечно, не будет Хотя, видя мое нынешнее состояние Думаю, Кимитсу все правильно поймет Итак Пойти на крышу, пойти к Кимитсу Так, выбор у нас Так, а мне надо посмотреть, как у меня чего идет Ну, я к Кимитсу пойду Если не она, то кто? На кого я еще могу положиться? Зачем на крышу идти? Спроситься? Нет, нам это не надо Я немного помялся перед дверью Конечно, меня там все знают Однако, наверняка, именно поэтому они делают совершенно неправильные выводы Кимитсу сидела на своем месте и читала какой-то журнал Привет Нин, не как он Извини, что вчера Ничего страшного, с тобой все в порядке С тобой все в порядке Ну, вроде жив Я демонстративно ощупал себя Кимитсу вопросительно посмотрел на меня Да, я просто зашел на что-то скучно, сама знаешь Кезки этот Все истории про мангу и аниме травит А больше ничего интересного Я рада, что ты здесь А у тебя как дела? Говорь было совершенно не о чем Уже виделась Кэтрин Но это совсем не значит, что тему надо выбирать самую неподходящую Впрочем, Химитсу ответила спокойно Совсем мельком В коридоре А, ну ясно А ты не знаешь Я откуда я знаю, если она со мной не разговаривает То есть разговаривает на не о том Кимитсу погрустнела Да я вообще не поймешь Какой-то, блин, психологический эксперимент надо мной ставит Тоже мне Юнг нашелся Говорил я, пожалуй, засидно громче, чем дозволяли приличия Одноклассники Химитсу отвлеклись от своих дел и замолчали Уставившись на меня Однако я уже слишком завелся и не понимал, что выгляжешь глупо Ну что вы смотрите, у нас в классе ежедневно такие представления Что я не похож на клоуна, а? Какой-то паренек Из тех, кто покрупнее Сделал пару шагов в мою сторону и был потянул рук Сенпай Не трогай Тихо сказал я, бросив на него холодный взгляд Никакон С боли в голосе прошептала Химитсу Что? Крикнул я И тут мне стало невыразимо противно и омерзительно за свое поведение Стыдно перед этими школьниками, перед Химитсу, перед Майком, перед собой Кого я превратился? Неужели дело в записке, звонках, угрозах? Ведь дело во мне Я быстро вышел из класса, опустив глаза доу Ноги сами понесли меня прочь Я остановился лишь тогда, когда оказался в старом крыле школы Но от себя ведь не убежишь Конечно, больше всего сейчас хотелось пойти домой, закрыться, отключить телефон Залезть под одеяло и пролежать там недельку Пока не пройдет стыд Пока все не забудут о том, что я натворил Но оно ведь работает, не так? Земля действительно продолжает вращаться Вне зависимости от того, что я об этом думаю И странный факт номер два Она вращается не вокруг меня Майкл, может быть, обиделся Некоторые одноклассники Химитсу явно посчитали меня идиотом Но все это забудется уже завтра А я продолжу накручивать себя Будучи уверен, что абсолютно каждый человек на свете только и делает, что думает обо мне Буду прятаться Вновь и вновь вспоминаю свои дурацкие поступки Вновь и вновь сгораю от стыда Нет уж, хватит Я уверенной походкой направился назад в класс Начну с того, что извиняюсь перед Майклом Я проходил мимо класса Химитсу и услышал оттуда знакомый голос Кэтрин Что она там делает? Вмиг забылась выходка, которую я учудил пару минут назад Сейчас меня интересовал только их разговор Я спрятал за дверью и присужился Как же хорошо, что стены в японских школах такие тонкие И к тому же очень удачно, что Кэтрин села за самую ближнюю к двери парту Даже при том, что это не ее класс Старая добрая Кэтрин Идущие по коридору ученики странно смотрели на меня Ну и наплевать, хуже уже не будет Не то, что ты думаешь Донесся до меня обрывок фразы Нет, я просто рада, что ты вернулась Да неужели? Впрочем, если ты хочешь искать скрытый подтекст в каждом моем слове То не буду тебе мешать Как-то не очень похоже на разговор давно не видишь, что все подруг Подобного можно было ожидать Нет, более того, следовало ожидать Не делай вид, что ничего не случилось Да вот только действительно ничего не случилось И не случилось последние полтора года Да хоть бы мы и делали вид, что это так Но у нас б неплохо выходило И Митсу говорила не очень громко Но внезапно замолчала, хватая ртом в воздух Словно после отчаянного крика Почему именно сейчас? Да была бы моя воля И когда бы сюда не возвращалась Как у тебя все удобно получается? Уезжаешь, когда больше всего нужно Не виновата, возвращаешься Да уже не нужна совсем Не виновата Ну а мне нам, нам как жить? Скажи на милость Я совсем не ожидал от Химитс такой реакции Нет, конечно, понятно, что она уже давно не восьмилетняя девочка Которую я познакомился с когда-то, не зная и слова по-японски Да во многих вещах она сейчас взрослее меня Но видеть близкого человека таким Пожалуй, я просто был не готов А мне-то что прикажешь делать? Какой статья я должна подстраиваться под тебя? Под него, под вас Я кажется, что все в жизни так просто Зато у тебя все сложно И могла даже подойти и поздороваться Спокойно объяснить ситуацию А все твоя гордость Гордость, говоришь? Катрин презрительно ухмельнулась Скорее самоуважение И тебе бы оно не помешало А то ведешь себя Как? Как? Ну давай, скажи Как я себя веду? Так как ты не смогла Странно, что никто из одноклассников Химитсу не обращал на них никакого внимания На другскую беседу точно не было похоже Если бы Если бы он знал всю правду Ну так скажи Расскажи Я не могу Тико сказала Катрин Так тихо, что я еле расслышал Ах, вот как? Ну и что ты намеренно делай дальше? Ты не можешь просто игнорировать его чувства А, мои чувства? О них кто-нибудь подумал? Ее чувства? Что? Но Катрин тут же продолжила Мне противно находиться рядом с ним Ну так не находись Избавь нас от своего присутствия Всем станет легче Избавлю, не беспокойся Осталось читься меньше года Да, но весь этот год Уж потерпишь, не переломишься Ты просто О, сэмпай Меня окликнул одноклассник Сихимитсу Я тут же бросился на утек Надеюсь, девочки меня не заметили Я бежал в свой класс по дороге Чуть не сбив парочку Задевавшихся школьников Прыгнул за парту И постарался быстро дышаться Про Майкла я уже и думать забыл Но в конце концов Сто это, черт возьми, было Понятно, Химитсу беспокоится за меня Переживает, как на меня повлияло Возвращение Катрин Но такой тон Такие формулировки А что сама Катрин? Мне противно находиться рядом с ним? Если бы он знал всю правду Чтобы не было раньше между нами Не думав, что словом ли Делом ли Заслужил такое отношение Ник, все в порядке? Да, все отлично Проговоркой выпалил я Кески как-то чувственно покосился на меня И взглядом показал в сторону Майкла Который мирно читал книжку И не обращал ни на кого внимания А, да, ну ты понимаешь Много чего приключилось Действительно хотелось, чтобы он понял Ну да, но все-таки И тут кески был прав Я очень медленно встал и подошел к Майклу Ты, ты это Ничего путного в голову не приходило Извини, что я так себя повел Понимаешь, у меня сейчас не самый простой период жизни Он закрыл книгу и холодно посмотрел на меня Я понимаю, все в порядке Нет, я правда ничего плохого не имел в виду Оторвался и все тут Я понимаю, говорю же Ну да, это в характере Майкла На словах одно, а в голове другое Ладно, в любом случае я сейчас не в том настроении Чтобы ему что-то доказывать Продвинил звонок Опять все девочки Да что это такое Урок шел уже минут пять А к этому все не возвращалось в класс К тому же куда-то пропали ее вещи Не могу точно сказать Были ли они на месте, когда я вернулся Просто не обратил внимания Наконец черный день подошел к концу Я ощущал Я ощущал острую необходимость поговорить с Химитсу Хотя я не знал толком, что скажу Да, и что тут скажешь? Со всеми событиями сегодняшнего дня Я совсем забыл про вчерашний разговор с Иночиноси Ведь он дал мне наводку Химитсу, Кэтрин А как же записка? Звонок Но он должен же я выяснить, что все это значит Казалось, это решение может серьезно повлиять на мою жизнь Идти к Химитсу или попытаться разглядеть тайны прошлого отца Химитсу, конечно Не зачастил ли я к ней в класс сегодня? Выходящие парни мерзко выбились А девушки многозначительно стреляли глазками Да-да, нельзя просто так в школе подойти к подруге детства Обязательно начнутся сплетни Но вот появилась сама Химитсу Увидев меня, она мгновение усмутилась Наверное из-за истерики, что я устроил ранее Однако почти сразу привычная улыбка вновь озарила ее лицо Не как он Привет, пойдем домой вместе Да, конечно Химитсу весила в шаге вон по тротуару и насаждалась теплым осенним деньком Я же собирался мыслями и пытался решить, с чего лучше начать непростой разговор Ты уже говорила с Катей? Все равно перед смертью не дышишься Ты уже спрашивал Только мельком, в коридоре виделись Она мило улыбнулась и повернулась ко мне Не виделись, я так рада, что Кетей Тян вернулась Кто? Я-то восстановился и глупо уставился на Химитсу Но ведь я слышал своими ушами То есть, по-твоему, это был не спор, не ссора? Нет, конечно, тебе показалось Или она уверена, что их никто не подслушивал Нельзя ведь так откровенно врать, при этом глядя в глаза По крайней мере, Химитсу так точно не умеет Ну ладно Мне пришлось согласиться не обвинять же его лжи И о чем тогда вы говорили? Да так, обо всем и ни о чем Ты же знаешь, женская болтовня Это хорошо, не думал, что у вас есть общая тема для разговора На лице Химитсу поскользнуло недовольство И она даже не пыталась его раскрыть А почему нет? Мы давно не виделись, я, может, тоже по ней скучала В смысле, мы же были подругами Точнило, она поняла, что ее занесло Но хоть для одного из нас ее возвращение в радость Я максимально искренне улыбнулся А Химитсу покраснела и тут же сменила тему разговора А как у тебя день прошел? Да как обычно, наверное Утром вот зашел в ту раменную Ну знаешь, у кого жили на дороге Никакун Она надула губки Ну что? Опять еще всякую... Опять ешь всякую гадость Это не гадость Хозяин бы от твоих слов заплакал Так горько, стурамин бы оказался пересоленным Ладно, но постоянно его есть нельзя Ну так я и не постоянно У меня вообще, считай, королевская диета Благодаря тебе, конечно Конечно Она ущипнула меня за бок Ай-ай, больно же Я и сам не заметил, как разговор пошел в привычное русло И мы вновь стали друг другу пости как родные Ведь все так и должно быть, правда? Несмотря на возвращение Кэтрин, несмотря на что Ладно, сама напросилась Я схватил Химитсу, закинул на плечо И побежал по улице мимо ошарашенных прохожих Никакун, отпусти Что ты делаешь? Мне было наплевать на все На чопорных японцев На нормы приличия На уставать, которую я, как ни странно, не чувствовал На безуспешные попытки Химитсу вырваться Я ощущал себя живым Никакун Сказала она уже тихо Перестав сопротивляться Я остановился и опустил ее на землю Ну вот Химитсу схватил из-за Вацканы Вацкана моего пиджака И пришелась ко мне Теперь голова кружится Ну да, пожалуй, переборщил Зато было весело, правда ведь? Идетян, ты бы так не стал Сказала она, не поднимая головы Конечно, она же тяжелее Я бы пытался глупо отшутиться Ну что, пойдем домой Удачно начинавшаяся шутка Закончилась ожидаемым провалом За всю оставшуюся дорогу Он додумал и перекинулся в пары Ничего не значащих фраз В последние дни мы все дальше отдалялись друг от друга И этот миг близности в конечном счете оказался лишь воспоминанием Ну вот и пришли Я приготовлю ужин Химитсу выглядел так, словно спрашивают начальника цеха Когда заступать на смену Нет, не надо, у меня еще дела сегодня Нужно в банк съездить Тут же собрал я, чтобы избежать лишних расспросов Впрочем, не похоже было стахимиться Это интересно Ладно, тогда до завтра Улыбнулась она почти искренне Я ничего не ответил, лишь проводил ее взглядом до дверей Какого черта вообще? Рефлексии буквально накрыли меня с головой Чтобы хоть как-то отвлечься, я самозабвенно отстреливал пиксельных монстров на телеэкране И сам не заметил, как наступил вечер Голод не тетка, и все мои мысли тут же сконцентрировались на еде Вот бы сейчас еще тарелку того рамена Горячего всплывут с жару Вкуснейшая лапша Ароматный бульон Кусочки мяса и половинка яйца Зелень и пряности Ну как тут устоять? Я вращался в прихожую и угабулся Как вдруг тишину моего дома нарушила резкая трель телефонного звонка Не буду отвечать, наверняка химицу Перед глазами всплыло еще расстроенное лицо Нет, хотя бы сегодня она точно даст мне побыть наедине с собой Я нехотя снял трубку Алло? После долгого молчания на том конце послышится знакомый голос Николай, это ячиносы, беспокоит Второй друг отца оказался взволнованным Я тут же вспомнил вчерашний разговор Николай, я звоню по поводу дальнейшего разговора Я слушаю Звоню, чтобы сказать, что Акиру искать не надо Не надо? Почему? Ты же не... Он остановился на полусловии Нет, честно говоря, как-то времени не было Ну и хорошо, до меня дошли сведения, что он умер Умер? В улице дозились веселые детские крики Последние лучи еще теплого осеннего солнца приятно грели А меня прошиб холодный пот Ичиносы-сан, это же никак не связано с моим отцом, с его работой Нет-нет, что ты? Его голос звучал успокаивающе Говорят, сердечный приступ Он был уже не молод Помолчав, он добавил Все там когда-нибудь будем? Мне очень жаль Ладно тебе, ты его вообще не знал Но все равно, если он был вашим другом, другом отца Ну да, мне тоже жаль, что больше ничем не могу тебе помочь Вы о чем? По поводу работы твоего отца Акира был моей единственной догадкой Ничего, вы и так сделали все, что могли Если бы мне удалось сделать больше Стандартный японский обмен любезностями уже начал меня утомлять Как бы там ни было, Ичиносы-сан, если что-то вспомните, я буду рад любой информации Конечно, конечно, спокойной ночи Врет же наверняка А тебе зачем врать о смерти человека, если он не умер? А вдруг я брошусь на его поиски и таки отыщу? Тогда подобного уж вызовет обратный эффект Нет, наверное, это просто тупик Если у меня и получится разобраться во всей этой ситуации То придется зайти с другого конца и начать сначала Когда я вышел из раменной, на небе уже ярко горели огоньки и далеких звезд Как маленькие фонарики, подвешенные высоко над облаками Капыта в России звезды ярче всего в конце августа С океана подух холодный сырой ветер Я появился, а на душе тут же стало невыносимо тоскливо Возможно, где-то в самом центре Токио еще кипела ночная жизнь Но мой район с наступлением сумерек засыпал Улицы пустее, лишь припозднившиеся, припрохожие спешили домой О, анимация поезда Где их ждала любящая семья и горячий ужин Совсем не то, что мы рамен Если бы я не поссорился сегодня с Химитсу А мы поссорились с Химитсу? Как? Как? Каким образом? Впрочем, можно ли назвать это ссорой? Ни криков, ни бития посуды, ни мордобоя Наконец, просто натянутое молчание, недомолвки и нерешительность Да именно, нерешительность Как это нерешительность? Ты взял ее, схватил ее и понес Ничего себе нерешительность Я просто не знал, что чувствую к ней Особенно сейчас, когда вернулась Кэтрин Принять ее любовь было бы проще всего Но не сделаю ли я тем самым только больнее нам обоим? Будут ли в итоге эти отношения искренними? Или я просто добавлю к функциям домработницы и еще и роль любовницы? А почему нет? А в итоге Химитсу меня просто возненавидит Как и я себе Да мне кажется, наоборот Впрочем, здравые рассуждения хороши на свежую голову Пустой дом встретил меня звенящей тишиной и холодом осенней ночи Я долго стоял рядом с телефоном, не думая ни о чем конкретном Нет, я точно не собирался никому звонить Скорее ждал, что позвонят мне Однако стрелки часов уже приближались к полуночи Я выглянул на улицу, но в ее окнах было темно В ее окнах Почему со мной всегда так? Сначала я сам отталкиваю, а потом страдаю Наконец на меня накатила усталость Это стало желанным избавлением Я растянулся на кровати, закрыл глаза И сразу окунулся в ту приятную дремоту Когда знаешь, то вот-вот заснешь Так, 11 сентября Это уже пятый день Так, голос говорит, вставай А мы делаем сохранение Сохраняем игру Сразу будет 16-46 Я тогда играл в 14 Но я не смог в 14 Мне надо было кое-что сделать Голос вставай Звенел в голове чей-то голос Ладно, по-вживому делали лоботомию Вставай, Никакун, вставай А, это Химитсу Я с трудом открыл правый глаз Боль резко перескочила в левое полтора ремонта Ну вот С облегчением вздохнула Химитсу Сегодня же суббота Проворачал я и перевернулся на другой бок Пятница, давай Она начала трясти меня за плечо Ну хватит уже Наконец мне это надоело, я вскочил с постели Видишь, не так и трудно было Химитсу улыбалась Словно все было в порядке Впрочем, а почему что-то должно быть не в порядке? Я посмотрел на часы В принципе, она придерживает своего привычного распорядка дня Но почему тогда я чувствую себя так паршиво? Завтракать? Сегодня борча не будет Надулась она Ей было как хомячок Что смешного? Чего просто Ты выглядишь забавно Митсу покраснела и забегала глазами по комнате Ну да, забавно как хомячок Она топнула ногой, зашипела и быстро вышла из комнаты Прямо змея какая-то Нет, как Пайман Пайман такая Ээээй Химитсу всегда выглядит смешно, когда злится Вот только это все скорее игра Настоящее чувство и эмоции она привыкла скрывать И даже я не всегда понимаю, что творится у нее в голове в тот или иной момент На столе стоял традиционный завтрак в японском стиле Пожалуй, сейчас на самом деле самое время воротить нос и корчить из себя гурмана. Так что я сел и молча принялся за еду. И тогда кимасу! Нарочито серьезным тоном сказал Химитсу. Ага. Прохрюкал я в ответ с набитым ртом. Никакон, ты вообще не обращай внимания на то, что происходит вокруг. Это почему? Спишь как убитый, а если ночью кто в дом заберется и обворует? Да что тут у меня брать? Я рассмеялся, подавился, закашлялся и вскочил, чтобы налить стакан холодной воды. А варам откуда знать? С улицы дом выглядит вполне ничего. Ага, ты правда думаешь, что грабители идут на дело просто так, не разузнав все предварительно? А как же они разузнают, а? Как, как, не знаю я как. Или ты считаешь, что я по ночам подрабатываю домушником? Просто я вчера видела подсозрительного человека тут рядом. Подсозрительного человека? Да, он что-то высматривал у тебя в окнах. Я скептически ухмыкнул, и Химитсу смутилась. Или мне так показалось? Конечно, за последние дни ничего только не случилось, нельзя же абсолютно все списывать на происки врагов народа. Тем более в данной ситуации, кажется, Химитсу просто хочет привлечь себе внимание. И на то есть причины. Последнее время я действительно ее частенько игнорирую. Так, о чем он... А чем он был подозрительный, человек этот твой? Ухмыльнулся я. Он не мой. Химитсу встал и со стервенением принялась мне мыть посуду. Эй, но я ведь не доел. Я попытался отнять тарелку с мясо. Почти полную надо заметить. Тебе все оно не нравится, как я готовлю. Завтрак самый важный прием печи за весь день. Пришлось даже подняться со стула, чтобы таки вырвать свою законную порцию. Вода из крана текла под таким напором, что разбивалась об раковину и летела брызгами во все стороны. Вот уже школьная форма Химитсу намокла, и кое-где появились мутные пятна. Ну а что мне делать? В полицию идти? Она не ответила. Я не говорю, что тебе показалось или что ты все придумала. Просто реально жить куда сложнее. Откуда тебе знать? Гуха ответила она. Кажется, все-таки не стоило так упорно над ней прикалываться. Я медленно подошел и обнял Химитсу сзади. Ну извини. Тихо прошептал на ухо. Никакого не надо. Она попыталась освободиться, но не уверена без усилий, словно не до конца понимая, хочет ли этого на самом деле. Такие проявления близости не были для нас чем-то из ряда вон выходящим. Не знаю уж как на это реагировали бы типичные японцы, но Химитсу привыкла. А уж я и подавно. И только последнее время стал замечать, что в наших отношениях все-то начало меняться. Может быть потому, что вернулась Кэтрин, а может просто потому, что мы стали старше. И то, что было нормально в начальной школе, теперь имеет куда большее значение. Ладно, пошли уже, а то опоздаем. Тем не менее, оправдываться не было совершенно никакого желания. Я отпустил Химитсу и отошел на пару шагов. Хорошо, только забегу переоденусь. Как ни в чем не бывало, ответила она, показывая намокшую школьную форму. Я стоял на улице и ждал Химитсу. Типичное утро в этом районе, ничего подозрительного. Уверен, что ей вчера показалось. Впрочем, записки, звонки. Мне вдруг стало не по себе. Пошли. Химитсу вышла из ворот своего дома в чистой и сухой форме. А сто, нам разве несколько комплектов выдавали? Конечно. И что, и у меня тоже есть допускной? Конечно, лежит шкафу. Я хотел спросить, в каком, но тут же осекся. И мне стало невыносимо стыдно за мое сегодняшнее поведение. Да и вообще-то свое отношение к ней. Таильникас понравился. А вот та самая раменная. Мы остановились возле моего любимого ресторанчика. А-а-а-а-а. Из интереса протянула Химитсу. Давай как-нибудь сходим? Не как он, я сколько раз говорила. Нет, ну просто ты все время готовишь, а тут для разнообразия. Всю дорогу в голове. Крутилось столько мыслей, столько фраз вертелось на языке. А сейчас я мямлю что-то неразумительное. Это свидание? Сейчас как-то сказал не по нее голос, да? Это свидание? Ихиды спросила она. Ну да, наверное. А я сделал все только хуже, потому что Химитсу покраснела и опустила голову так низко, будто извинялась. Хорошо, когда-нибудь. Ладно. До школы я шел буквально в темпе спортивной ходьбы. Химитсу еле-еле успевала за мной. В классе сегодня было откровенно пустовато. Пятница ничего удивительного. Ну и что я тогда здесь делаю? Привет. А вот кёски тут как тут. Ну привет. Что ты так хмурый с утра? Все в порядке? Лучше не бывает. Съездил я и еще раз окинул взглядом к вас. Но парта Кэтрин была пуста. Химитсу с самого утра увела мои мысли в сторону от нее. Специально ли, случайно ли? Однако вчерашний экспорт все еще стоял перед глазами во всех деталях. А уж сейчас-то он казался каким-то особенно важным. Словно битва двух страшных чудовищ в древнегреческой мифологии. Не видел сегодня Кэтрин? Нет, а что такое? Да ничего, просто спрашиваю. Просто значит. Мяская улыбка растянулась от уха до уха. Да, просто. Я старался не реагировать на провокации. Нет, мы же так и не поговорили. А ведь уже четыре дня прошло. А не о чем говорить? Внутри меня все начинало закипать. Но нельзя было допустить еще одного срыва, подобно вчерашнего. Не о чем говори, потому что я знаю нет больше твоего. Ладно, если тебе что понадобится. Конечно, я в курсе, куда обратиться в таком случае. Точно не к нему. Я встал и подошел к Майку, который по традиции читал книжку. Привет. Помятую о том, что наговорил ему, я старался выглядеть максимально дружелюбно. Но все-таки не слишком. Он поднял голову и слегка кивнул мне. Как дела? Ну, это как посмотреть? А как посмотреть? Это зависит от того, что ты имеешь в виду. Прикладная аниме философия кешки, это конечно удовольствие ниже среднего. Но на пускной претензионный правдобуддизм от Майкла должен в состоянии вывести из себя любого. Ладно, вижу, ты болтать не настроен. Хотел спросить, не видел Кэтрин? Нет. Понятно, спасибо. Дальше продолжать разговор было незачем. Конечно, Майкл не стал бы накидываться с расспросами, но ему этого и не нужно. Он может залить душу и по-другому. Я просил еще несколько одноклассников, но безрезультатно. Наверное, со стороны моей потуги выглядели странно, но мне было наплевать. Да и все уже давно привыкли к тому, что от меня можно ожидать чего угодно. Однако мысль о Кэтрин никак не давала покоя. Ведь зная ее, уехала не попрощавшись. Вернулась, не предупредив. А что, если вчерашняя ссора с Химитсу встанет последней каплей? Естественно, ей придется остаться в Японии, но вот сменить школу запросто. И ведь я даже не знаю, где она живет. Конечно, они с матерью могли запросто заселиться в старую квартиру, но мне казалось, что не бывает в жизни таких счастливых совпадений. Однако в школе должны быть ее данные, в том числе домашний адрес. А это значит, что можно попробовать поискать в учительской. Я был там не раз и примерно представлял, что где хранится. С другой стороны, сейчас самый разгорачебного дня, велик риск, что меня поймают. Да и где гарантия, что мне удастся среди гор бумаг найти именно ее личное дело? Я глупо переминался, с ноги на ногу и никак не мог решиться. А тем временем до звонка оставалось всего каких-то пять минут. Пойти в учительскую. Хотя мне на самом деле нет смысла идти в учительскую. Зачем мне Кэтрин искать? Мне и с химицу хорошо. Нет, все-таки глупая затея. Никто мне не скажет ей адрес. Я надеяться на то, что в учительской никого не будет и того глупее. Я специально это сделал. Я просто бродил по школе, вскоре оказавшись в столовой. Звонок уже прозвенел, так что торопиться на урок не было никакого смысла. Чтобы скоротать время, я взял чашку зеленого чая и булочку с джемом. Столовая была пустая, заключением одного стола, за которым сидела девочка. Как я так скажу, за двумя девочками погонишься, ни одной не поймаешь. Я присмотрелся и узнал Саю Тян. Саю Тян? Одноклассница и по совместительству лучшую подругу Химицу. А вдвоем всяко веселее, чем одному. Это вот это вот? Привет, тоже забиваешь? Я сел напротив, вальяжно развалившись на стуле. Ано Хин Сэн? Да просто ник. Я безоруживающе улыбнулся, но на Саю это ела не подействовало. А, это Сая. Не Саю, а Сая. Это в Геншине у нас Саю. У нас сейчас урок с культурой, а я на днях ногу потянула. А вот почему ты здесь, когда у всех идут занятия? Да расслабся, сказал, забиваю. Это так типично. Откровенное презрение ко мне боролось в ней с нормами приличия, требующие безоговорочно увозвать старших. Пусть даже старше всего на год. Вообще, если подумать, она почти всегда так относилась ко мне. А причина этому Химицу. Сая считала, что я плохо обращаюсь с ней, не уважаю и игнорирую ее чувства. К сожалению, по большей части она была права. Ну ладно тебе, 100 опять начинаешь. Как там Химицу, кстати? Неужели тебе правда интересно? Нет, естественно. Неинтересно, а я ее только утром видел. Ну а что еще сказать, когда ты каждое мое слово воспринимаешь в штыки? Тебе кажется. Ничего мне не кажется, просто ты уверена, что все должны вести себя так, как ты считаешь правильным. А было бы неплохо. Усмехнулась она. Ладно, вижу ты разговаривать и настроен, тогда я пойду. А зачем приходил-то ссориться? Я уже собирался вставать, но решил все-таки добиться победы в этом глупом споре. Нет, блин, над тобой поиздеваться. Все же на уроках больше ни над кем. Так уж и ни над кем. Именно так, не решай до других. Я просто... Просто уверена, что права. Это так типично. Передразнил я ее. И повезло Вихимицу с тобой. Ну, у нее хоть кто-то есть, а ты что? Твоей желчью захлебнется любой мужик на первом же свидании. Губки Саи дрогнули, она была готова заплакать. Похоже, я перегнул палку. Ладно, извини, но ты сама начала. Теперь девочка выглядела совсем жалко. В конце концов, она же просто ребенок. Вряд ли в жизни испытывала какие-то серьезные потрясения. А показная надменность и самоуверенность лишь защитная маска, скрывающая комплексы. Блин, это как Вася прям. Мой Вася это мой модернатор. Вот такой же, блин. Показывает свою надменность и самоуверенность. С сожалению, приходилось признать, что красотой Саи и японские боги не наделили. Иногда говорят, что девочки убирают себе подруг пострашнее, чтобы на их фоне кататься симпатичнее. Кстати, что так и есть. Не уверен, что химица когда-нибудь задумывалась над этим. Но факт остается фактом. А это, знаете, это генетически так. Это реально так генетически. У многих так. Ну, прости. Козел, сволочь, идиот. Она вскочила со стула, бросила в меня недоеденной полочкой и приезжала к выходу из столовой. Ну, вот и поговорили. Ну, это реально повел я как козел, ну, парень, ну, ё-моё. Уроки шли своим чередом в классе было непривычно тихо. Ну, блин, сразу вспоминается я. Я тоже повел себе неправильно. Я тоже была девушка, и у неё подруга была, ну, которая меня не привлекала. И вот я высказал ей подруге, что я о ней думаю. И та сразу меня обиделась, и всё. И мы больше не виделись. Уроки шли со своим чередом, в классе было непривычно тихо. Я не узнал адреса Кэтрин, и не знал я так же, почему её сегодня нет в школе. Так что я, наверное, чем-то похож на этого главного героя. Но я на самом деле сейчас не хочу быть таким, как главный герой. Да мне тогда и было лет как-то сколько. Фу, давным-давно. Наверное, лет 15 назад. Скорее всего так. Если было непривычно тихо, я не узнал адреса Кэтрин, и не знал я так же, почему её сегодня нет в школе. Впрочем, что в этом странного? Она исчезла из моей жизни на полтора года, а тут всего один день, и я уже разложу панику. Я так понял, тут у нас... Нет, всё нормально. Возвожу панику. Ну, так. Мешает. Ладно. Ничего страшного. Я не верю, что всё будет как прежде. Не верю, что будет значительно хуже, потому что хуже и быть не может. Мне просто хочется в меня поняли. Может быть, тогда что-то изменится. Я чувствовал себя смертельно больным человеком, которому осталось жить каких-то 50-60 лет. Может быть, в такой ситуации надо стараться ухватить максимум от жизни, стараться проводить каждый день как последний. Да только всё равно почти любой на моём месте опустит руки. Ничем пышется, если конец неизбежен. Я лишь в одном может изменить что-то в моей жизни. Вера в то, что всё, что я делал, не напрасно. Что всё это было нужно не только мне, но и кому-то ещё. Возможно, даже с извинения. Наверняка где-то глубоко в душе я ждал их. Хотя уже давно перестал надеяться. Смотрите все, смотрите. Я не просто сдался, бросил оружие и прекратил борьбу. Да, я проиграл, но сражался до конца. Сделал всё, что мог. Мне вновь и вновь казалось, что все окружающие мучеливо смеются надо мной. Даже Майкл, даже Кёски. Ведь они знают, какой я неудачник. Если бы они только поняли. Не смеётся лишь Химитсу. Ведь она всегда была рядом, она видела всё от начала и до конца. Она понимает, ей не наплевать. Она как митсестра на поле боя. Заботясь о себя поверженных, но ещё в живых бойцах. Но почему же тогда я не могу любить её так, как до сих пор люблю Кэтрин? Словно какие-то цепи сковывали мою душу. Цепи долго составляют их с последних сил рваться в бой. Забыв об истинных причинах сражения. Отчизна, религия, любовь. Легко придумать повод героически умереть. Оставив свой след в истории или хотя бы в памяти близких. Куда сложнее придумать причину «жить», когда абстрактные понятия словно стяг, развивающиеся над вражеской крепостью, исчезают в мутной дымке серых будней. В моей жизни не было смысла. Я лишь хотел, чтобы признали мои заслуги в минувших битвах. Оставленный всеми, ослеплённый отгоревшими сполохами некогда великого чувства, я бесцельно бродил по опустевшему полю боя. Я уже не верю в то, что меня смогут спасти химису. Зачем мне нужен смертельно больной калека? Не верю я в то, что смогу вновь найти своё оружие и на ощупь броситься вперёд. К далёкой-далёкой цели, в надежде не выиграть, но умереть, обретя в последние секунды. Счастье. Эй, Ник, заснул что ли? А-а-а. Вообще я был склонен к рефлексиям, но всё же они не управляли моей жизнью, оставаясь на некоем экзистенциальном уровне. Иначе бы уже давно спился или наложу на себя руки. Ты, конечно, обычный и так не душа компании. На сегодня на тебя просто жалко смотреть. Ну, спасибо за участие. Это всё из-за Кэтрин? Кёстки присел на край моей парты. Она заскрипела и даже слегка прогнулась. Ну, ты, блин, жердяй, Димитрисия не хочешь устроить? Я оттолкнул его в сторону и засмеялся. А вы, как всегда, радуетесь жизни? К нам подошёл Майкл. Ну, за Ника не скажу. Ладно, пойдёмте поедим, что ли? Хотелось просто ненадолго отвлечься от тяжёлых мыслей. А это кто там сидит? Сегодня в столовой не пришлось толкаться. Кёстки знал все лазейки и обходные пути. Да и отношения с продавщицами вот такого упитанного молодого человека были прекрасными. Мы восседали посреди зала, как короле, отчего мой японский друг выглядел особенно потешно. Всё это немного подняло мне настроение. Смотрели вчера игру? Просил Майкл, леднево ковыряя ловко рис. А то, само собой, вот в третьем ининге я никогда не поймал увлечения японцев бейсболом. Или скорее не поймал я суть самой этой игры. Конечно, не сложно дополнить про его, но мне всегда более интересными казались традиционные виды спорта футбол, баскетбол, хоккей. Кстати, то же самое. Хотя в бейсболе... Ну я в бейсболе не играл сам, но... Играл... Играл как в компьютерную игру, можно так сказать. А тут Майкл и Кёстки, Америка и Япония, возможно, единственные две страны, где вообще популярен бейсбол. Кстати, да. Так что, от их разговоров я начал откровенно скучать. Ну что, вы заладили. Придолжи другую тему. Невозмутимо парировал Майкл. Да какие у меня темы? Строение вновь стало хуже некуда. Недавние рефлексии обуяли меня с новой силой. Ник, ну так же нельзя. Сочувственно пробовнил Кёстки. Согласен, надо в любой ситуации мыслить позитивно. Я был измотан морально, просто устал от всех этих мыслей, так что злиться на них у меня уже не осталось сил. Чтобы вы понимали. Иногда достаточно и простой поддержки. Да, Ник, мы же твои друзья. Эх, ребята, не все так просто. Психологи уверяют, что нельзя все держать в себе. Научите нас калкетки. Что-то я тут не вижу психологов. Иногда выговорится можно и близкому человеку. Майкл выглядел как всегда невозмутимо. Конечно, нет ничего странного в том, что друзья пытаются мне помочь. Но меня никак не оставляла мысль, что они преследуют какие-то свои интересы. Почему друзья оба в очках? Почему такие друзья? Почему наш главный герой не такой? Если говорить о киоске, то тут понятно, любопытство. Он как рыба прилипала, питается слухами и сплетнями о чужой жизни. Да что там, у него даже есть некое подобие своей информационной сети в школе. Хочется верить, что в этой сети не начнутся пересуды и о моей жизни. Но если с киоски все было в общем-то ясно, то вот Майкл. Он старательно делал вид, что интересуется моей ситуацией поскольку... Постолько-то поскольку. Но почему-то мне казалось, что все далеко не так очевидно. Ну допустим, ты не совсем в курсе. Я не сразу подобрал слова. В курсе предыстории. Возможно. А вот и ответил он. Так мы расскажем делов-то? От дела и мимолетного взгляда, чтобы киоски тут же замолчал. Это не секрет, ты не подумай. Просто ведь действительно, что мне скрывать? Наши прошлые отношения с Кэтрин не тайны. На самом деле многие в школе знают про них. А я веду себя так, как будто хочу сберечь что сокровенное, ведомое только мне и может быть Кате. Это глупо, но в тот момент я не мог поступить по-другому. Неприятный разговор как-то сам с собой сошел на нет. И мы закончили обед относительно спокойно. Кто там сидит? Отсылка опять какая-нибудь? Уроки тянулись мучительно долго. Но вот наконец и последний звонок. Я медленно собирал учебники и тетрадки. А около моего стола уже материализовалось, словно вынурнув из трансварпа, химицу. Ни как вон, пойдем домой. Она мило улыбалась. Мило как всегда и пожалуй куда милее, чем в последние дни. Я не имел бы ничего против этого, но мысли о том, что я так и не выяснил, куда пропала Кэтрин, не давали покоя. Но что предпринять? Логичными оказались всего два варианта. Пойти туда, где она жила раньше и попытаться разыскать ее мать. С одной стороны были некоторые шансы, что они вернулись в ту же квартиру, где жили раньше. Почему нет? Ведь квартира наверняка посольская. С другой, ее мать все-таки человек достаточно известный, так что по идее я смогу ее найти без особых проблем. Но в то же время противный голос разума нашептывал, что Кэтрин не в школе всего один день. Рановато для паники. Эй, прием! Земля вызывает не кокуна. Да извини, я задумался. Проверить старую квартиру Кэтрин, попытаться раскатевать. Пойти домой с химицу. Это б... Вот как странно получается. Жал ждал полтора года, а теперь один день потерпеть не в состоянии. У Кэтрин могут быть десятки причин, чтобы пропустить сегодня занятия. И наверняка, пости, все они никак не связаны со мной. Пойдем. Химицу-то нафига бросать? Химица выглядела какой-то чересчур довольный. Я уже хотел спросить, что случилось, но не решился. Словно по привычке, придумывая правдоподобное вранье. Что угодно, лишь бы не говорить ей правду. Хотя чего мне сейчас-то бояться? Ведь я решу не суетиться по поводу Кэтрин. Наверное, я просто слишком привык скрывать от химицу свои истинные чувства в тщетных попытках не причинить ей боль. Никаку, на чем думаешь? Ну я... И вот опять. Да так о школе осталось-то всего ничего, а потом взрослая жизнь. Я улыбнул, чтобы несколько сгладить кажущуюся серьезность темы. Давно пора? Ну я же не ты, у меня все сложнее. Это почему вдруг? Ты же давно выбор сделал, будешь учителем русского языка, а я пока не знаю. Химица от чего-то покраснела, но продолжала все так же пристально смотреть на меня. Лучше раньше, чем позже, да и времени подготовиться мне больше. Да кто же спорит, только это все хорошо, когда заранее знаешь, кем хочешь стать. А вот я, да, честно говоря, не хочу я ни кем становиться. Никакун. Пойду работать продавцом в магазине на минимальную ставку, а по вечерам буду напиваться до беспамятства. Никакун. Ладно, ладно. Если я стану учительницей, то вы могли бы... Кончанием фразы пояса в воздухе. То есть ты бы мог... Что? В ролевые игры поиграть? Химицу окончательно запуталась в своих недомолвках. Ведь раньше у тебя были мечты и стремления. Это когда же? Смеялся я. Раньше. Она изо всех сил топнула своей маленькой ножкой и остановилась. Полтора года назад. Что-то не припоминаю. Конечно. Она явно говорит про то время, когда мы были еще вместе с Кэтрин. Но кем я тогда хотел стать? Тоска и боль словно стерли из памяти все остальные воспоминания. Нет, конечно, я помню то, как нам было хорошо вместе, мгновение радости и счастья. Но при этом совершенно забыл какие-то бытовые, обыденные моменты. Словно весь тот период в моей жизни зациклился на ней. Кэтрин, Кэтрин, Кэтрин. Что я тогда не ел, не спал, не ходил в школу, не общался с Химицу. От досады я до крови прикусил губу. Тебя тогда только одно волновало. Что? Ты знаешь что? Эта стандартная женская отговорка внезапно прозвучала как нельзя более уместно. Химицу, ну хватит. Начинай опять. Что хватит? Что не начинать? Пожалуй, я настолько привык додумывать за нее, то уже автоматом приписывал ей то, что она вовсе и не говорила. Я не хочу ссориться, тем более нет совершенно никакой причины. Прозвучало совсем неубедительно, поэтому я решился на крайние меры. Я вот сейчас тут с тобой, а не бегаю за Кэтрин. Пора положить конец нашей любимой игре в эфемизме. В эфемизме. Жесть. А где же тебе еще быть? Неожиданно спокойно отреагировала она. Ты же все-таки не враг себе. Но если ты так ставишь вопрос, она улыбнулась и уверенно зашагала в сторону дома. Что это вообще было такое? Химитсу сидел в моей комнате и делал уроки. А я лежал на кровати и читал мангу. Казалось бы, обычная картина, если бы не наш разговор парой часов ранее. Впрочем, она вела себя так, как будто ничего не произошло. Мне было в какой-то степени некомфортно, но я все же не решался возвращаться к этой теме, чтобы окончательно все не испортить. Никаку! Но как правильно пишется? Осветить или освятить? Осветить, конечно. Но это смотря, что ты конкретно хочешь сделать. Освещает нам путь? Тогда через Я Остопишешь. Сочинение на тему Религия и вера в романе Достоевского о брате Карамазовый. А-а-а! А ведь я этот роман даже не читал. Неужели я завидую Химитсу? Блин, я братик Карамазовый... Я его вроде читал, но я плохо помню, про что он вообще... Топ, я и наказание читал. Точно. Неужели я завидую Химитсу? В нашей школе преподавали большинство самых распространенных в мире языков. Однако я с самого начала отказался от идеи изучения русского как иностранного. Вроде бы мне и так нормально, верно? А выходит, что неверно. А как... И как интересно? Почитай, сам и узнаешь. А он большой? Не мешай, у тебя вон манга своя есть. В сравнении Достоевского с мангой кольнуло меня еще сильнее. Как скажете, сударыня? Я рывком вскочил с кровати и пошел на кухню. Прошел уже не меньше минуты, но Химитсу так и не появилась. Неужели я обижаюсь на то, что я и в жизнь все-таки не вертится вокруг меня? Ну и ладно. Вечерело. Время ужинать, а Химитса все никак не могла закончить свое сочинение. Раздосадованы и больше на себя, я полез в холодильник, достану из края яиц и овощи. По крайней мере, омлет осилить я смогу. Неплохо. Химитса попробовала кусочек и похвалил мою стряпню. А как там, Федор Михайлович? Ну, у него все-таки более философские вопросы, чем яичница. Это омлет. Уточнил я и начал жевать с удвоенной скоростью. Нет, это совсем не зависть, а скорее стыд. Да, мне стыдно, что по сути я полное ничтожество даже по сравнению с Химитсу. Почему даже? Неужели я всегда считал ее просто предметом интерьера? Даже, дашь, дашь почитать? А тебе правда интересно? Удивилась она. Ну, в конце концов, это же русская литература. Но ведь там нет совсем никакой фантастики. Не смешно. Я не хотела тебя обидеть. Расстроено провинцово Химитсу. Да я не обиделся, просто с каких пор ты вообще интересуешься всем этим. Так ведь? Нет, я понимаю, что давно, но прям так серьезно. Это уже философия какая-то. А ты ведь даже младше меня. Я старался говорить спокойно, но мой голос звучал на тон выше, чем нужно. Но я же не младше тебя, просто в школу пошла позже. Пусть так, но все равно. Никакун, что-то не так? Все так, все вообще просто отлично. Сначала Катя возвращается не с того, не с сего. А теперь я оказываюсь буквально самым тупым учеником в школе. Катичан. И тут я понял, что в порыве праведного гнева сболтнул лишнего. Кэтрин. Нет, просто к слову пришлось. Химитсу отложила палочки и встала из-за стола. Ничего, все в порядке, я пойду. Химитсу, подожди, да ты неправильно все поняла, я просто... Никакун, все в порядке. Я только думал, что-то... Что ты сказал днем? Я пойду. Ее лицо ничего не выражало, я просто не знал, что еще здесь сделать. До завтра. Все так же холодно бросила она на прощание. Похоже, я действительно самый тупой, если не сболтнулся, он и в попад. Тем временем я уже совсем стемнела. Наверняка у меня в жизни были дни их похуже, но сегодняшний помимо всего прошло абсолютно бесцельно. Кэтрин так и не нашел, зато поссорился с Химитсу. Как типично для меня. Если стоп-го взбредет, то я буквально с маниакальным упорством буду добиваться своего, не обращая внимания на последствия и сопутствующий ущерб. Если брать мангу, которую так любят киоски, то там герои не часто выбирают путь наименьшего сопротивления. Низко подумает один, трусость мысленно добавит другой. И как по мне, каждый сам решает, оправдывает ли цель средство. Допустим, я даже добьюсь от Кэтрин каких-то объяснений. Но не испорчу ли я тогда окончательное отношение с Химитсу? А ведь никуда не делся и вопрос с запиской и звонками. И действительно угрожает опасность. Впрочем, сейчас голова была забита совсем другим. Если ничего не изменится с Кэтрин, а Химитсу меня так и не простит, то убивайте, ради бога. Но если я сейчас отступлюсь, закончится ли все на этом? Я бы пытался поставить себя на место Химитсу. Выглядит неправдоподобно. Так ничего и не выяснив, он просто забывает о Кэтрин и продолжает жить, как ни в чем не бывало. Жалость. Хотя мне казалось, что Химитсу такой расклад вполне устроит. Может быть сейчас, да, только вот нам больше не по 7 лет. Еще раз или два, а потом она уйдет, поплачет и оставит все в прошлом. Лишь как одно из воспоминаний детства. Я сам с трудом верил в эти свои логические выкладки. Но подгоняемый безотчетным страхом продолжал городить хоть сколько-нибудь трудоподобные теории. Мне было стыдно перед Химитсу, но в то же время я никак не мог выкинуть Кэтрин из головы. Хотя после событий минувшего дня уже и не знал, что к ней чувствую. По крайней мере, не был до конца уверен. Эта усталость, это пройдет. А завтра начнется вновь. Нет, так дальше нельзя. Поэтому я все-таки должен ее найти. Отпустить или... Что или сейчас, я думать не хотел. Может быть, боялся какая к черту разница. Последняя машина, типа тихо скрипя под крышками, проехала по улице и мой район Токио погрузился в предрассветную и тишину. Так, следующий день. Да, следующий день. Суббота. Третий день уже. Окей. Мы сохраним игру. Так, ну, сохраняем. Музыка написана какой-то, Санса, что-то. Ну да, это 35 минут, как было глава. Пить воды надо. Тэрэ, 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 тэрэн, тэрэ, 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 тэрэ. Так, посмотрим сколько идет. А, час только идет стрим, тэрэ. Ой, не стрим, запись. А человеку можно, значит, судить по тому, как сильно он ждет выходных. Значит, будем 4 дня проходить сегодня. Если провел будни в трудах, вымотался и желаешь просто отдохнуть в выходные для тебя заслуженная награда. Если тебе все равно просто конец недели, то ты его одарит унеядец. Так говорил мой отец. Вряд ли он был излишне строгим, скорее как будто болезненно справедливым. Возможно, он больше не мог смириться с советским тоталитарным строем, а может причины куда банальнее и приземленнее. Все это недоступно для понимания маленького человека, которого выдергивают из привычной жизни. Ведут за руку в аэропорт, папа тащит за собой огромный чемодан, огромный самолет заглатывает в себе пассажиров, огромный самолет заглатывает в себе пассажиров, а затем взмывает ввысь к солнцу выше птиц, выше икара, про которого эти талфбольники мифы Древней Греции. А я в школе его изучал, в пятом классе. Тогда мне совсем не было страшно, наверное. Я просто не понимал, что в действительности происходит. Самолет, мягко плывущий по пышеному ковру из облаков, больше походит на корабли, мирно качающийся на волнах. А когда внизу появляются очертания лесов, рек, городов, бескрайние просторы, степей и тундр, эта картина чего-то кажется нереальной, как будто смотришь диафильм. А всем другое дело. Аэропорт чужой стране, чужой город, как будто другая планета по сравнению с моим родным городком. Множество странных людей, снующих туда и сюда, разговаривающих на непонятном языке. Огни вывесок и бесконечные вереницы машин. Я крепче цепляюсь за мамина пальто, вот еще мгновение меня подхватит и понесет за тобой этот поток. Заберет туда, откуда не возвращаются маленькие дети. Но папа выглядел напряженным. У него-то и дело пульсировало вена на виске. В наш тесный гостиничный номер постоянно приходили какие-то люди. Некоторые говорили по-русски, но я не понимал, о чем именно. А потом и переехали сюда. Никогда не мог бы подумать, что все это только для нас троих. Моя старая комната казалась огромной. Я строил форты из-под души, прыгал на кровати и даже самую малость не доставал до потолка. А в шкафу, который мама называла чехословацкой стенкой, казалось, гранятся все сокровища мира. После этого наш новый дом представлялся мне скорее барскими хоромами из када Купкина. Почти сразу я познакомился с соседской девочкой со странным именем. Она была чересчур застенчивой и никогда не расставалась с простенькой тряпичной куклой. Но зато говорила по-русски хоть и с акцентом. Она не умела играть в казаков-разбойников и это меня сильно огорчало. Как будто до знакомства со мной она целыми днями читала свои глупые книжки с каракулями. Вот у нас в первом классе был предмет чисто писания, а тут как будто в школу вообще никто не ходит. Однако в ее книжках были прикольные картинки, да и японские мультики я со временем начал понимать, не без помощи новой подруги, конечно. Нет, она не перестала быть странной, но я привык к ней и она по сути пророкатива для меня в единственного близкого человека помимо родителей. Это он химицу, по-любому. Выходных я естественно не ждал. Вся разница для меня запрещалась и в том, что сегодня не увижу Кэтрин. Вопрос с ней не так и остался висеть в воздухе, да еще и вчерашняя ссора с химицу. Я не могу сидеть на двух стульях, не могу притворяться что ничего не происходит, не могу пустить все на самотек. Это понимает Кэтрин, это понимает и химицу. Своим бездействием я в итоге оттолкну от себя их обеих. И если Катю отталкивать дальше уже некуда, то вот перспектива потерять химицу меня по-настоящему пугала. А значит нужно что-то решать. Мне не хотелось думать, что придется делать выбор, потому что это звучало как приговор. Да и я просто не мог, не решился представить, что мы снова сможем быть вместе с Кэтрин. Химицу не пришла. Впрочем ничего удивительного, даже у нее есть какой-то предел, после которого просыпается самоуважение. Наша вчерашняя ссора стала последней каплей. А если бы не возвращение Кэтрин, сколько бы это могло продолжаться. Кое-как позавтракав, я просто сидел на пустой кухне и бесцельно тарачивался в пространстве перед собой. Но и задачку бы мне задала жизнь. Эй, жизнь, ну ты что творишь? Нормально же все было. Против, я в пустоту, дабы убедиться, что нахожусь не в вакууме. В вакууме не распространяется звук, тепло, любовь. Прямо как в Катином сердце. Нет, все-таки объясниться с ней необходимо. Осталось малость, самое малость, найти ее. Ни к чего не выйдет. Искать одну девочку, пусть даже американку, в многомиллионном Токио, глупая ей затея. К тому же наверняка она и сама не хочет, чтобы ее нашли. Да и мы ведь увидимся в понедельник в школе. Но я просто не мог сидеть на месте. Сначала встал и начал ходить по кухне из угла в угол. Затем принялся наворачивать круги по дому, вышел во двор. Очищение собственного бессилия давит, угнетает. Я чувствовал себя как вольный хищник в маленькой, тесной клетке. Вот бы вырваться на свободу и тогда я им покажу. Рефлексии все больше загоняли меня в пучины и черные хандры. Зазвонил телефон, как-то просто и очень буднично. В последнее время я будто бы научился определять, кто именно звонит, даже не снимая трубку. Вот и сейчас казалось, что все в порядке. Алло? Ник, здорово. Я положил трубку. Нет, только не он. Его глупая жизнерадость на контрасте с моей меланхолией может создать гремучую смесь и пострадают невинные люди. Однако все же надо было решить, что делать дальше. Рефлексировать до вечера или что-то предпринять. Я не знал, где искать Кэтрин, но велико было желание просто уйти из дома. Куда-нибудь подальше, где хандра меня не настигнет. Пойти гулять, остаться дома. А я остаться дома. Я остановлюсь дома. Я остаюсь дома. Это похоже на меня. Я бы в выходные никуда бы не пошел. Пустая трата времени. Тем более мы сможем поговорить послезавтра. Вот для меня тоже. Пустая трата времени. Куда-то идти. Зачем? Поговорить. О чем? Да и какой смысл? Из меня некуда идти. Да пошло оно все. Ну да. Вот это похоже на меня. Я вернул свою комнату, упал на кровать и бездумно уставился в потолок. Вот бы все это происходило не со мной. Я просто слышал соседскую ругань. Мне жалко жену. Я осуждаю мужа. Думаю о том, что дети ни в чем не виноваты. Но в то же время где-то в глубине души и радуюсь, что в моей семье все хорошо. У тебя вообще нет семьи. Да у меня нет семьи. Нет даже по-настоящему близких друзей. Вот-вот-вот. То же самое у меня. Ну у меня как бы еще есть семья. Половина по крайней мере уже семьи. Ну ладно, это не будем говорить. Своей семьи нет медседужины, детей нет. Есть только я сам на химицу. Невеселая компания, как не посмотри. Да у тебя хотя бы химицу есть. Это уже хорошо. Я горько усмехнулся и тут же раздал свинок в дверь. Наверное это она и пришла. Хотя зачем звонить? Иду. Крикнул я с кухни. Дверь открывалась как-то особенно медленно, а сердце словно замерло. Катерин собственной персоной. Мы молча смотрели друг на друга. Так и будем стоять? Ну нет, я находился в том самом состоянии набиоза, про которое много читаешь в книгах. А про себя думаешь, ну вот я бы никогда. Просто застыл и не знал, что делать дальше, даже не думал об этом. Может быть пригласишь меня войти? Да конечно, извини. Да. Я не знал. Ударение на этом мерзком слове Николя. Я не нравился, когда я называл ее Катей и это был ее способ мести. Чем обязан? Я думаю, это ты мне скажешь. Да ведь не я к тебе пришел, а ты ко мне. Ну и что? Невозмудимо парировала Катерин. Ты ведь хотел поговорить, вот я пришла. Говори. Что, прямо вот так? Я пристально смотрел на нее и про себя отметил, что за последние полтора года она почти не изменилась. Может быть стала взрослее, но это скорее выражалось в некой ауре уверенности в себе. А что такого? Ну я не знаю, что такого. Сначала ты всячески избегаешь меня, а теперь заявляешься ко мне домой и требуешь разговора. Я ничего не требую и могу уйти, если ты так хочешь. Нет, подожди. Катя была, собиралась встать, но тут же победоносно улыбнулась. Я вчера не был в школе. Ты волновался? И хитро спросила она. Ой, перестань, я ведь даже не знаю, где ты живешь. Не знаю твоего телефона. А должен? Как тебя вообще можно понять? Я со вздохом опустился на стул напротив. Ты вы просто настоящая садистка. Я-то? Она громко рассмеялась. Ну нет, увольте. Это ты у нас и садист, и мазохист в одном лице. А я, а я... Она не закончила фразу, закусила губы и отвернулась. Может, нам лучше было бы вообще не встречаться, сколько миллиардов людей на планете. Какова вероятность, что русский и американка окажутся в одном классе и в японской школе? Опять твои чертовы философствования? Будь мужиком хоть раз в жизни. Что? Я даже не обиделся, а скорее удивился. Сделай, сделай что-нибудь, за что тебя можно было бы уважать. Ее голос становился все громче и скажем целом. Вообще-то он заступился за девушку, если ты не в курсе. Сделай выбор, прими решение. Неужели это так сложно? Я ведь смогла. И тут до меня начал постепенно доходить смысл из слов. Кажется, тебе для этого не пришлось прикладывать особенных усилий. Ушла по-английски и сподобилась лишь на одно жалкое письмо. А обвиняешь ты, конечно, других. Обвиняешь ты, конечно, меня. Да еще и считаешь ниже своего достоинства объясниться. Ради бога, сидела бы у себя в Америке. Так какого черта опять сюда приперлась? Да и ладно бы только это, но так себя вести. Я был спешен и совершенно не заметил, что Кэтрэм переменилась в лице. Если бы на ее месте была Химицу, я бы с уверенностью сказал, что она готова заплакать. Но Катя взяла себя в руки и сказала уже тише. И ты, естественно, уверен, что все было именно так, как тебе кажется. Ну а что, удобно? Подгонять решение под ответ. А что я еще должен думать? Я исхожу из фактов. Однако мой голос звучал далеко не столь решительно. Фактов, значит? И она как-то неестественно усмехнулась. Фактов. Думаешь, мне легко было сегодня сюда прийти? Думаешь? Она резко опустила голову, но я успел заметить, как ее скула дернулась. Катя, Кэтрэм, не надо. Думаешь, тебе одному тяжело? Она вдруг вскочила со стула и пронзила меня взглядом. Полным ненависти. Вот этот взгляд. Думаешь, мир вертится вокруг тебя? И что, если ты чего-то не знаешь, то этого и нет? Я ничего не думаю, я просто не понимаю, о чем ты. Не понимаешь. Она вновь села и нервно засмеялась. Не понимаешь, конечно. Куда тебе понять? И тихо прошептала. Что я вообще здесь делаю? Мне казалось, что я не мой свидетель шекспировского монолога на сцене. Не об этом ли говорила Кэтрин, когда упоминала о моих философствованиях? Если бы я мог что-то изменить. Что? Грустно спросила она. Дело ведь не в тебе, верно? Я не знаю, что такое происходит, но ты права, дело не во мне. Не только во мне, дело в нас. Нет, больше никаких нас. Я понимаю. Понимаешь? А что ты не похожи? А что ты от меня хочешь? Чтобы я вел себя, будто ничего не случилось? Привет, Катя, как дела? У меня, у меня все хорошо. Рад, что ты вернулась тогда. Я ничего от тебя не хочу. Она встала со стула и подошла к двери. Ты строишься жертву обстоятельств. Чуть ли не агнца божьего. Николай, неужели ты действительно не понимаешь? Катрин обернулась и посмотрела на меня глазами полонами слез. Ведь не я решила тогда уехать. Это все моя мама. Она вечно все решает за меня. С одной стороны, мне было безумно жалко ее, но с другой, подсознательно хотелось, чтобы она испытала ту же боль, что убивала меня все эти полтора года. Мерзкая и гаденькая желание отомстить любимому человеку лишь для того, чтобы доказать ей, как сильно я страдаю. А следовательно, как сильно ее люблю. Дело ведь не только в этом. Так, может быть, решение было и не твое, но что ты сама хотела? Уходи! Она сказала это тихо, но таким тоном я даже не решился заметить, что это вообще-то мой дом. Уходи! Повторила Кэтрин, и я медленно поплелся в свою комнату. Отлично, Николай. Иднон с позором в собственной кухне и разбит, раздавлен. Не смог оказать ни малейшего сопротивления. Ну, я, наворачивая круги по комнате. С другой стороны, Кате просто необходимо побыть одной. Почему я не могу ей этого позволить? Однако целью визита все еще оставалась для меня загадкой. Понятно, что она тоже испытывала некую потребность поговорить и все выяснить, только вот получилось, если откровенно паршиво. В общем, она его не бросала. Просто она была вынуждена переехать. И все. Как бы они и не расставались. А он думает, что расстались. Ведь иногда намного проще, чем мы думаем. Мог бы я еще неделю назад представить, что Кэтрин вот так запросто придет ко мне домой. Конечно, я был уверен, что потерял ее навсегда, но даже в самых отчаянных мечтах не представлял, что первым, чем мы будем заниматься после воссоединения, станет очередная ссора. Прошло не меньше получаса, а с кухни не доносилась ни звука. Я устал ждать, но все же не решался посмотреть, что делает Катя. Вдруг она вообще уже ушла? Наконец, за дверью послышу робкие шаги. Можно? И тихий стук. Да. Катерин вошел в мою комнату. Она выглядела грустной и уставшей, но от слез не осталось и следа. Умеет же леди поддерживать свое достоинство в любой ситуации? Наверное, ты считаешь меня эгоистичной сволочью? Я бы так не сказал от окраинности. Впрочем, у тебя есть на это право. Не обращай на мои слова никакого внимания, продолжила она. Если бы ты только знал, насколько и мне все это тяжело. Я не хотела тогда уезжать, понимаешь? Мне пришлось. Я понимаю, но ты могла бы хотя бы поговорить со мной? Не могла. Вдруг взгляд Кати до этого бесцельно блуждавший по комнате остановился на моем столе. Это... Она подошла к нему и взяла в руки письмо. Оно было не распечатано. Ты так и не читал. Не решился. Я виновата улыбнулся. Наверное, правильно. А что в нем? Просто хотела сказать, что сожалею. Так же сухо и безэмоционально, письмо в духе мисс Спок. Одна строчка «Живи долго и процветай». Я растопою пальцы в вулканском приветствии, и Кэтрин смеялась. Затем всклипнула и как бы стыдливо отвела глаза. Да, что-то врать того. Можно я его заберу? Зачем? Удивился я. Потому что если ты его не прочитал тогда, то сейчас оно уже не нужно. Ну как скажешь. Катя быстро сожила письмо вдвое и засунула в карман. Очевидно, что она не хотела, чтобы я его прочел. Вот только вопрос. Прочел именно сейчас или прочел вообще? Однако, что сделано, то сделано. Письма у меня больше нет. Но от серьезного разговора все равно было никуда не деться. Ты говоришь, что не хотела, так что... Так что тогда случилось? Почему все-таки ты ничего мне не сказала? Кэтрин посмотрела на меня, и в ее взгляде было столько тоски, что я уже сам был готов расплакаться. Я не хотела тебя ранить. Она подошла к кровати и села на край. А вот это, конечно, меня не ранило. Знаешь, я иногда совершенно не понимаю, что творится у женщин в голове. Особенно у тебя в голове. Как можно так поступать с человеком, которого любишь? Ты вообще когда-нибудь меня любила? Я опять завелся и выплескивал весь свой гнев и обиду на Катю. Конечно. Сказала она пронизительным тоном, который не оставлял сомнений в ее искренности. Тогда я просто не понимаю. Жесть у нее, что у нее с лицом? Слезы, что ли? Дело было не только во мне, точнее. А в ком еще? В твоей матери? Да уж она меня всегда недолюбливала. Кэтрин ничего не ответила. Ты же понимаешь, что это плохая отмазка? Я вздохнул и посмотрел во двор. За забором моего дома кипела обыденная токийская жизнь. Миллионам людей нет совершенно никакого дела до моих проблем. Они меня не понимают, да и не должны понимать. Но Кэтрин... Все же честно, зачем ты пришла? Катя упорно молчала. Ведь сказать правду ты не можешь или не хочешь. Тебе недостаточно моих слов? Она в последний раз всклипнула, вытерла слезы и посмотрела на меня уверенным взглядом. Или ты мне не веришь, когда я говорю, что у меня были свои причины? Недостаточно? Я ухмыльнулся и подошел ближе. А тебе на моем месте было бы достаточно кому-нибудь? Вообще было бы достаточно? А почему бы и нет? А почему бы и да, Катя? Почему бы и да? Я не знаю, что у тебя на уме, но хватит заниматься своим изощренным психологическим садизмом. Хочешь, чтобы я ушла? Спасила она с каким-то странным, отрешенным выражением лица. Я, я не знаю, это твое дело. Я лишь хочу, чтобы ты прекратил издеваться надо мной. Издеваться, значит? Ого, вот эта сцена. Это хороший сцена. Кэтрин пододвинулась ближе и взяла меня за рубашку, легонько притягивая к себе. Ты что делаешь? Я был шарашен, но и с места не сдвинулся. А на что это похоже? Ее взгляд. Я слишком хорошо узнал этот взгляд. Чего у него там, че на руках? Что с руками там? Чего она хочет добиться? После всего, что мне знали было. Сейчас? Нет, я определенно не понимаю эту девочку куда больше, чем думал. Похоже на очередные твои шуточки. Но ведь тебя никто не заставляет. Она сильнее потянула меня к себе. А что потом? Будет ведь только хуже. Я понимаю, тебе наплевать, что у тебя нет чувств. Иди сюда, я покажу тебе свои чувства. И все твои слова, твои слезы, все ради этого? Можно ведь... Можно ведь было куда проще. Проще? Стряпнулась Кэтрин. Знаете, ты теперь любишь попроще. Наверное, сухимицу. Ты ее трахаешь на этой кровати? Она вставала и скинула простыню на пол. Наверняка, мисс непорочность в постели еще та шлюха. Жесть. Ее руки ловко управлялись ремнем на моих джинсах. Хочешь меня оттрахать так же, как ее? Я ведь тоже могу томно стонать. Не как он. Не как он, только не там. Не как он, я люблю тебя. Пародировала Анахимицу. Катя, не надо, пожалуйста. У меня от возбуждения кружилась голова. Я понимал, что это неправильно. Я слишком хорошо знал характер Кэтрин. Она делала все это, чтобы отомстить мне. Злость, обида может быть даже ревность. Не уверен, что она сама в тот момент отдавала себе отчет в своих действиях. А значит, я для тебя уже недостаточно хороша. Меня ты просто любишь, а вот спать предпочтаешь с ней. Нет, нет, нету между нами ничего. Но ты бы хотел, да? Ничего я не хотел. А вот она наверняка хотела бы. А ты бы не смог отказаться. Катя, хватит. Смотри на меня. Мне было страшно поднять на нее взгляд. Смотри на меня. Ее щеки рдели румянцем, глаза блестели. Катя тяжело дышала. Катя, ну пожалуйста, я еще немного, и я не смогу. Ого. Расправившись с джинсами, Кэтрин сама начала раздеваться, скинув себе блузку. Неужели не хочешь? Я ничего не ответил, просто не было сил. Решусь я на этот шаг, и потом между нами все может быть кончено навсегда. Я аккуратно, но крепко взял ее за руки. Конечно хочу, но не могу. Ну и ладно. Кэтрин вмиг охладела. Отпрянула от меня и быстро оделась. Просто, просто было интересно, как ты поведешь себя. Интересно, как я поведу себя, что... Я был поражен. То есть как, а если бы я не остановился? Ну значит не остановился бы. Она безразлично, пожалуй, плечами отвернулась. Для тебя это игра, психологический эксперимент. Что-то вроде, интересно, насколько последователем ты можешь быть. Уходи, пожалуйста, уходи. Не надо мне указывать, я и сама уже собиралась. Так, уходи, я не могу больше на тебя смотреть. Хм, фыркнула она, но тут в прихожей открыла сходная дверь. Не как он, ты дома? Встречай гостей, или вы уже? Она не закончила сразу, лишь ухмыльнулась. Мы тут! Неожиданно крикнула Катя. Через пару секунд в комнату робко заглянула Химицу. Катитян, привет, а я вот тут зашла. Я мгновенно вспомнил, как они ссорились еще пару дней назад. О боже мой, не обращай на меня внимания, я уже ухожу, и вам не помешаю. Он весь твой. Ты нам совсем не мешаешь. Тем лучше. Когда мы остались вдвоем с Химицей, она спросила. А зачем Катитян приходила? Вот и мне хотелось бы знать. То есть как? То есть вот так. Я не хочу говорить об этом. Не как он. Химицу выглядел по-настоящему расстроенный. Конечно, она за меня переживает, но не буду же я ей рассказывать про все, что случилось. И вот так, она хотела объяснить, почему вернулась. И почему же? Ну, у нее это не вышло. Не как он. Ну что, это правда. Да, ситуация так себе, но ничего трагичного не произошло. Я в петлю не полезу. Ты ведь даже не сможешь вязать правильный узел. Тихо засмеялась она. Я смогу, конечно, да я вообще любой узел смогу. Ладно, будем обедать. Давай пообедаем, что ли? Мне отчаянно хотелось сменить тему разговора. Просто было интересно, как ты поведешь себя. Что это? Банан для обезьяны в клетке за правильно выполненное здание? Как скоро она надрессирует меня стоять на задних лапах и лает по команде. Впрочем, ей никогда не нравились собаки, так что придется обучиться правдоподобно мяукать. За обедом я старался не смотреть на Химитсу. Благо, и она не была настроена болтать, хотя выглядела как будто даже счастливой. Знаешь, в твоем лице японские рестораны теряют отличного шеф-повара. Что? Никакон, нет, я же уже решил, а кем хочу быть. Да, конечно, но и готовишь ты отлично. В этот раз я даже говорил правду, все было действительно очень вкусно. Я всегда могу готовить для мужа и детей, сказала Химитсу и посмотрела на меня, а в ее взгляде читалась как будто бы мольба. Да, можешь, само собой. Я опустил глаза и принял ссредоточенный доедать карри. Блин, она такой намек дала, конечно. Может быть, завтра сходим куда-нибудь? Завтра? Она задумалась. Я чувствовал себя виноватым перед Химитсу, виноватым за все и сразу. Нет, я завтра не могу, у меня дома уборка. А, ну ладно, тогда в другой раз. В другой раз? Спасибо, все было очень вкусно. Я встал и заставал и собрал посуду. Я помою. Не надо, я и сама могу. Вот уж нет, должен же я приносить кое-какую-то пользу. Хорошо. Я молчал у посуды, а Химитсу сидела за столом неподвижно и смотрела на меня. Наконец мне стало не по себе. Ну что? Ничего, просто задумалась. О чем? Да так, о школьных делах. А, ну ладно. Было совершенно очевидно, что мы сейчас не в состоянии говорить о том, о чем оба хотели бы. Ну и отвлечься болтовней на нейтральные телы не получалось. Вот, кстати, о школе. Мне еще столько уроков делать. Да, уроки, дело такое. Ну я пойду. Пока. Этот безумный день подходил к концу. Казалось, что все не так уж плохо. Я не совершил роковые ошибки, да и с Химитсу все вроде бы нормально. Неужели жизнь начинает налаживаться? Однако, я так и не разобрался в своих чувствах. Катя сегодня явно дала понять, что я ей все еще не безразличен. По крайней мере, безразличен не настолько, насколько она пытается это показать. Наверняка есть тот, от чего я пока не знаю. О Химитсу. Я совершенно не понимал, как теперь ввести себя рядом с ней. Когда-нибудь ей надоест притворяться, что все в порядке. Ведь для нее все не в порядке. Я и сам уже был не уверен, ведь совсем недавно они с Кэтрин ссорились. Но не сно сегодня? Химитсу могла сдержаться в моем присутствии. Но стой, если все совсем не так, как кажется. Вдруг чудовищно заболела голова. Я палец в шкаф за аспирином и откнулся на старую отцовскую бутылку виски. Пожалуй, сейчас для выпивки нет никакого повода. Аспирин немного помог, но кровь продолжила стучать в висках. Иногда жизнь дает еще один шанс. Ты бы еще запил таблетку вот этим алкоголем. Было бы вообще шикарно. Ведь сегодня все могло закончиться значительно хуже. Смотри, Николай, тебя предупредили. Не разрулишь эту ситуацию, будешь строить до конца дней своих. Совсем уже к крыше едет. Смехнулся я и пошел спать. А что, мы весь день проспались, что ли? Серьезно? Тринадцатое воскресенье? Ну давайте, я говорю, что еще один день. Ну давайте еще один день. Это уже был шестой день. Сейчас седьмой день. Вот на седьмой день будет последним. На сегодня. Стоило мне только открыть глаза, как пульсирующая боль в голове тут же вернулась. Считай, надо выпить воды. Чего у тебя голова болит, непонятно. Будто я не спал вовсе. Тяжелые, рожденные в воспаленном сознании сновидения не дали нормально отдохнуть. Это и дело, просыпался и тут же засыпал. Не успевая понять, где реальность, а где грезы. Было еще довольно рано для воскресного дня, но отлеживание в кровати головная боль только усиливалась. Я встал и прошелся по комнате, сладко подтягиваясь. Худный завтрак напомнил о том, насколько мне в такие дни не хватает химицу. Воистину, к хорошему быстро привыкай, вскоре переставил замечать, а потом и ценить. Неожиданно в дверь постучали и с улицы донеслось. Никакун! Вот это действительно неожиданно. Я бросился в прихожую. Привет. Имица переименовалась с ноги на ногу, словно не решаясь войти. Ты же говорила, что у тебя уборка. Да, уборка. Хорошо, но ты заходи. Дай на минутку. Я вопросительно посмотрел на нее. Хотя ладно. Улыбнулась она и вошла. Что это у тебя тут? Имица недовольно покосилась на остатки моего завтрака. Давайте я быстренько что-нибудь приготовлю. Да не надо, я поел. А будто и не было вчерашнего вечера. Я чувствовал себя неловко рядом с ней. Острая необходимость объясниться не давала покоя. Нам было слишком страшно по новой начинать разговор. Тогда я обед сделаю, а ты потом просто разогреешь. А как же уборка? Да я что-нибудь по-быстрому. Солнце, ну хватит уже. Я совершенно не собирался ее так называть, просто привычка. Имица непонимающая посмотрела на меня и молча села на стул, безвольно опустив руки. Найди время для себя. Но я не имею в виду... Я не имею в виду, что уборка это время для себя, но все-таки. Лучше бы вообще молчал. Если бы не было дел, то время для себя я бы провела с тобой. Она улыбнулась и ее улыбка искренне, даже по-детски наивная, придала мне решимости. И как тебе не скучно со мной? Я привыкла. Вредные привычки. У меня такое птенец, что... А, это там вот эти ноты, рисунки. Это все на фоне. Рассмеялся я, но химица и глазами не моргнула. Некоторые от них избавляются. Кто же, например? Ну, раз уж начал. Не обращай внимания на Катю. Вчера все это как-то глупо получилось. Представляю себя на твоем месте, но все в порядке. А что бы ты подумал на моем месте? Химица не взводила с меня внимательного взгляда, она выглядела при этом совершенно спокойной. Да что угодно. Я глупо рассмеялся. Вдруг она меня убивать пришла. Я бы даже не удивилась. Серьезно? Давай не будем об этом. Химица вскочила, не отдавь, споркнула, за стула и вышла в сад. Какая прекрасная сегодня погода. Ну да, могли бы куда-нибудь сходить, только у тебя уборка. Ничего, в другой раз сходим. А сейчас я вернусь к уборке, а ты к урокам. Ты же делал уроки. И не забудь пообедать. Да, мам. Грустью вздохнул я, когда за ней закрылась дверь. Все обошлось и получилось даже лучше, чем я мог бы предположить. То есть в наших отношениях с Химицу ничего не изменилось? А как же Кэтрин? Вчера у нас так и не получилось толком объясниться. Да и я вообще уже не уверен, что она приходила именно за этим. Промелькнула страшная мысль. А что, если она специально? Провоцировала близость в надежде, что нас застукает Химицу. Отомстить мне? Ладно. Зачем ее в это втягивать? Я начал наворачивать круги по кухне в надежде успокоиться. Кэтра не просто вернулась в Японию, не просто вернулась в мою школу. Она вернулась в том мстить. Нет, это уже паранойя какая-то. Даже если я действительно настолько неприятен и чем-то когда-то невольно обидел, это не повод. Ведь это Катя. Я слишком хорошо ее знаю, или по крайней мере хочу в это верить. Но почему бы просто не спросить? Ведь это действительно просто. Я в нерешительности мялся возле телефона. Конечно, у меня нет нового номера Кэтрин, поэтому позвонить ей не удастся. Но мне отчаянно хотелось закончить вчерашний разговор. Расставить точки и все выяснить раз и навсегда. Но ведь так не бывает, правда? Вдруг телефон зазвонил сам. Я довольно долго смотрел на надрывающийся аппарат и, наконец, снял трубку. Алло. Я молчал. Алло. Ревак Кэтрин уже с недовольством. Иногда в жизни преподносите приятный сюрприз. Да. Ну, привет. Зазвон спокойно. Откуда ты знаешь мой номер? Неужели сохранила? Логично, Шерлок. Как дела вообще? Нормально. Я не знал, о чем с ней поговорить по телефону. Слушай, актив у тебя планы на сегодня. А что? Ты хочешь что-то предложить? Ну да, думал встретиться. Зачем? Если честно, мне кажется, вчера мы не договорились. Вот как? Ну хорошо, давай. В центре в два часа. И не опаздывай. Хоро. Я не успел закончить фразу, потому что она повесила трубку. Ну и ладно, хоть так. Кэтрин как-то даже чересчур легко согласилась. Собирался я, пожалуй, слишком долго. Битый час не мог решиться, что надеть. Потом мыл, собрился, причесывался. Серьезно, я иду с ней выяснить отношения или на свидание. Какая разница? В воскресенье люди на улицах Токио передвигаются медленно, чем обычно. Даже не только потому, что не надо спешить на работу. Отдых это целый ритуал. Пять или шесть дней в неделю они обхаживали клиентов, а теперь пусть их обхаживают официанты, продавцы, администраторы, актеры и певцы. Крайне важно показать свой статус человека, заслужившего тяжелым трудом, право на уважение и вежливое обхождение. В воскресенье, тот самый день недели, когда человек, человечек в сером костюмчике не ниже всех, когда он господин. Другое дело, молодежь, важно расхаживая себя в разноцветных нарядах и строящая себя социальных бунтарей. Она чувствует превосходство над заскорузлыми ретроградами, имея в запасе пару лет. Перед тем, как начать линьку, сбросить яркие перья и отрастить защитный серый мех к длинному лету жизни. Лица неразличных типажей японской столицы несколько отвлекло меня от мыслей от Кэтрин. И до места встречи я добрался достаточно быстро. Часы в витрине магазина против показа, что осталось еще полчаса. Тик-так, тик-так, еще немного и хватит. Кэтрин опаздывал уже минут на 30. Опаздывал. Японцы обычно назначают встречи в одних этих же местах около станции, возле фонтана, на площадях и у памятников. Почему тогда именно этот магазин? И все потому, что здесь мы с Кэтрин впервые поцеловались. Да, прям вот так. С третьего дня на оживленной улице никого не стесняюсь. И я так никогда не делал. Мой поцелуй был совсем... В таком месте... Та был просто поцелуй. Но людей там не было. Никто ничего не видел. Может быть и не самое романтическое место, но тогда я просто не мог больше терпеть. Да и она была, как оказалось, не против. Но все это случилось даже слишком давно, словно в прошлой жизни. А сейчас я остаюсь здесь, теряя последние остатки самоуважения и в ожидании непонятно чего. Извини. Я обернулся на голос. Передо мной стояла Кэтрин. Странно, что она подошла не с той стороны. А я думал, вот ты оттуда пойдешь. Я махнул рукой по направлению, где раньше был ее дом. Сейчас мне не нужно ездить на метро, поэтому немного не рассчитала время. Отличная логика. Ну да. В школу всегда чаще опаздывают те, кто живет ближе всех. Немного, да я вообще тебя уже не ждал. Ну а что тогда стоишь? Она улыбнулась. Достаточно искренне, как мне показалось. Тоже, видимо, по привычке. Ладно, давай пройдемся. А то на меня хозяин вон того магазина уже кто-то смотрит. Катя, конечно же, знала, что это за магазин, как бы назначала встречу именно здесь. Но от моих слов смутилась и быстро опустила голову. Некоторое время мы шли молча. Честно говоря, я даже не знаю, с чего начать. Давай только не все сначала по сотому разу. Я надеюсь, мы уже выяснили, кто, зачем и куда вернулся. Хорошо, выяснили. Безвольно промамлил я. Хотел вновь ругаться по этому поводу действительно не было. Я просто честно не знаю, о чем нам еще говорить. Давай тогда помолчим. Разве тебе для этого нужна компания? Хотя можно и поговорить. Я за последнее время подзабыла японский. А он тебе правда нужен. Через год уже будешь учиться в колледже в штатах. Кто знает. Мечтательно протянула она. Никогда не поверю, что ты хочешь остаться здесь. А ты? А у меня есть выбор. Выборы всегда есть. Просто многие его не видят. Хорошо так говорить. Имея другие стартовые условия и возможности. Хорошо. Вот что мне всегда нравилось в кате, так это ее искренность. Нет, не честность. Она многое скрывала и не договаривала. Но зато никогда не была приторно вежливой и ни под кого не подстраивалась. Она могла не согласиться и даже нагрубить старшему, если он не прав. Не создавалось ей кумиров из маломальских успешных людей, как это принято здесь. Мне всегда была видна некая обнудренняя сила. И я признаться, честненько испытывал легкий трепет перед Кэтрин. Понимая, что она куда сильнее меня. Но все это осталось в прошлом. И тем же она мне казалась просто высокомерной, вздорной, невоспитанной девчонкой, которая играет мной. Прекрасно зная о моих чувствах. А ты, стоп, планируешь все то же, что и раньше? Именно так. Все то же, что и раньше и ничего. А стонно это скавит химитсу? Тебе есть до нее дело? Которым вдруг резко остановилась и пристанно посмотрела на меня. Ты до сих пор ничего не понимаешь? Не понимаю чего. Мне тут же стало не по себе, как будто я упускаю из виду что-то жизненно важное. Я не хочу, чтобы меня считали виноваты, чтобы считали, что я вмешиваюсь в твою жизнь, в ваши отношения. Мне просто противно от одной мысли, что кто-то будет так думать, как будто мне не наплевать. Вот такая реакция была и правда в ее духе. Чрезмерная забота о том, как она выглядит в глазах других людей. Я как, я как представлю... Кэтрина скрипнула зубами от злости. Да никто тебя ни в чем не обвиняет. Просто поставь себя на мое место. Какое-то больно чудесное стечение обстоятельств. Стечение обстоятельств? Я это хорошо подметил. Ничего более. Ничего более. Мы можем просто забыть об этом и жить дальше. Неожиданно даже для самого себя, сказал я и остановился. Забыть? Поделилась она. Ну да, конечно, это лучший вариант. Никто не виноват. Да никто не виноват, просто само так получилось. Тому так получилось и в итоге будет. Ну да. Фу-гу. Самое быстрое и самое нелепое окончание войны в мировой истории. Достижение перемирия путем уничтожения населения обоих враждующих государств. Ты ведь именно поэтому встречу здесь назначила. Кэтрина ничего не ответила и даже не посмотрела на меня. Ты просто сказала в центре. И я пришел. Потому что это самое удобное место. И тебе недалеко и мне. Определенность течения обстоятельств ничего более. Ну вот ты опять начинаешь. Вздохнула она. Да просто немного ностальгирую. Ты уж меня извини. За это я тебя винить не стану. Катя сделала вид, что изучает кто-то на другой стороне дороги, чтобы скрыть свое смущение. И на том спасибо. Нельзя же винить человека за воспоминания. Обвинять других вообще глупо. Надо начинать с себя. Это утверждение или совет? И то, и то, наверное. Она не обратила никакого внимания на очевидную, предусмысленность моих слов. Ты ведь тогда сбежала с уроков, потому что поссорилась с учителем английского. Ну да, ведь он был неправ. Я просто указала ему на ошибку. Японии важнее быть старшим, а не правым. Кэтрин еле слышно рассмеялась. А ты потом ушел со мной. А ты потом ушел за мной. Конечно, мне там и так скучно было, да и думал познакомиться поближе. Наверное, уже не рад знакомству. Химица наверняка не рада. Не вся моя жизнь, знаешь ли, вертится вокруг нее. Я не осуждаю, ты не подумай. Даже наоборот. А ты нашла себе кого-нибудь в Америке? Ждет ли какой бравый ковбой твоего возвращения? Шутка явно не удалась, и она ответила не сразу. Нет. Ладно, извини, это не мое дело. Я и не искала. Это не мое дело, говорю же. И тебе совсем не интересно? Хотя, наконец, становилась и с любопытством посмотрела на меня. Я не знаю, что на это ответить. Ладно, расслабься. Это была шутка. Ага, ну и шуточки у тебя. Кстати, хочешь зайти? Кэтрин показал, он сегодня подъезд. Ты здесь теперь живешь? И что это вообще такое? Удобнее, чем раньше, правда? Ну да, ближе к школе. А твоя мама не будет против? Она на работе. А, вот так даже. Мне кажется, ты как-то неправильно понимаешь эту ситуацию. Да уж и не знаю, как ее можно понять по-другому. Повторяю, я лишь не хотел, чтобы меня считали, это просто проявление вежливости. Японское гостеприимство. Ну да, мы тут с тобой два самых главных японца. Кэтрин слегка улыбнулась, и это меня немного успокоило. Может быть, хватит строить себе из нее Гитлера? Наверняка и она-то чувствует себя в чем-то виноватой. Хорошо, пошли. Кэтрин жила в достаточно большой квартире. Позволить себе столь просторный апартамент в центре Токио могли только состоятельные люди. Или высокопоставленные дипломаты. Впрочем, и раньше семье Винтерс было не наста жаловаться, они жили в неплохом новоквартирном доме, разве что не в самом престижном районе. Значит ли это, что ее мать получила повышение? Надеюсь уже. Недовольно сказала Катя, которая явно надоелась, я слишком долго разглядываю ее гостиную. Все такое европейское. Тебя это удивляет? Нет. Может быть, чай или кофе? Я никак не мог понять, зачем Кэтрин вообще меня пригласила. Нет, спасибо. Не веди себя, как будто ты на допросе в полиции. Улыбнулась она. Ты могла бы стать личным копом. Учту, спасибо. Так о чем ты хотела поговорить все-таки? Нам надо было сразу поговорить. В этом ты, наверное, прав. Я молчал, боясь прервать правильность Кэтрин. К тому же я не хочу, чтобы ты считал меня виноватой. Не хочу, чтобы кто-то другой... Вообще, кто-либо считал меня виноватой. Потому что я ни в чем не виновата. Она бросила на меня гневный взгляд, словно я ей возражаю. Кюшки в школе наверняка уже всем растрепал. Ты что, он бы не стал? Конечно, растрепал. Зачем тогда было вообще переводиться на школу? Я не мог задать этот вопрос прямо сейчас. Хотя очень хотел. Ты не умеешь врать. Кажется, от кого-то я уже это слышал. Не умеешь. Потому что ей врать-то не о чем обычно. Потому что у меня в жизни ничего не происходит. А разве это не так? Хочешь давать мне уроки? Катя с грустным видом стояла в другом конце комнаты, крестив руки на груди и смотря в окно. Я тебя не тороплю просто. Поставь себя на мое место. Не могу, не потому что не хочу. Просто не могу. Я не знаю твоих обстоятельств. Она слегка улыбнулась и наконец перевела взгляд на меня. Ты думаешь, я такая сука? Не думаю я так. Просто иногда очень часто я тебя совсем не понимаю. Я тоже. И не знаю, что будет дальше. Ты считаешь, что мне легче живется? А ведь ты за свою жизнь отвечаешь сам. Тебя никто не может забрать с собой на другой конец света, как багаж. Просто потому что работа такая. Я понимаю, что тебе здесь не нравится. Не нравится? Курька усмехнулась Кэтрин. Возможно, у меня об этой стране только одно хорошее воспоминание. Это какое? Она вдруг переменилась в лице. Может быть все-таки чаю? Ну давай. Два раза подряд отказываться было неприлично. Катя быстро прошла на кухню и я остался в гостиной один. И что же он имел в виду? Мне казалось, что я начинал понимать, почему на самом деле Кэтрин меня пригласила сюда. Но боялся признаться в этом даже самому себе. Чтобы потом не разочароваться еще сильнее. Она вернется с горячим чаем. Вновь холодным. Вы холодная и надменная. А я буду думать только лишь о том, что у нас вскоре все наладится. А может она просто сама не поймает, чего хочет. Я встал и прошелся по комнате. Она была не такой уж и большой, но сияла чистотой. На стене висел телефон, а рядом с ним была приклеена бумажка с номером. Наверняка она просто еще не успела его запомнить. Я быстро схватил ручку со стола и записал номер на руке. Кэтрин следила за порядком. Лишь разбросанные на столе тетрадки убивались из общей идиллии. Я взял одну в руки и пролистал. Товременный японский язык. Для такой прилежной ученицы с далеко идущими планами о престижном американском колледже у нее пожалуй слишком много ошибок. Хотя вряд ли ей в США понадобится японский. Я присмотрелся внимательнее. Начертания некоторых канзи показались мне знакомыми. Почерк Кати похож на почерк Кёски. Нет, вряд ли, даже чересчур ровный. Я начал лихорадочно листать тетрадь в поисках определенных слов. Вы, большой, люди. Канзи и Хирогана на листе передо мной начали складываться предложения. Ой, меня спустился. Николай Асан, будьте осторожны. Вы в большой опасности. За вами охотятся очень могущественные люди. Связанные с вашим отцом. Это не шутка и не розыгрыш. Сомнения нет. Именно этим почерком написана та записка. На обложке тетрадей также аккуратно было выведено Кэтрин Винтерс. Но как, почему? Я принялся лихорадочно листать остальные тетради. Везде одно и то же. Но ведь тогда на перемене я точно уверен, что в той тетрадке был другой почерк. На кухне послышали шаги и у меня душа ушла в пятки. Извинися так долго. Просто я чай обычно не пью, а кофе ты не любишь. Кто с тобой? Испуганно спросила Кэтрин. Видимо, выглядел я, мягко говоря, странно. Ничего. Хорошо, что успелся в тетрадке так же, как они лежали до этого. Точно все в порядке, а то у тебя такое лицо, как будто ты привидение увидел. Она улыбнулась и поставила чай на стол. Я не мог себя заставить взять чашку, потому что чувствовал, как сильно трясутся руки. Мне в один миг стало страшно находиться с этой девочкой в одной комнате. Я был абсолютно уверен, что записка не шутка и не розыгрыш. Подобное совсем не в характере, Кэтрин. Если она рисует написать такое, то что-то серьезное, будь то предупреждение или угроза. Николай? А да, извини, я тут просто вспомнил, что у меня дела. Катя внимательно посмотрела на меня, но ничего не сказала. Важные дела. Надо. Да и в других обстоятельствах я бы вряд ли смог придумать какие-то срочные дела, о которых к тому же от чего-то забыл. И Кэтрин бы мне никогда не поверила, как не верила и сейчас. Тебе неприятно здесь находиться? Отрешенно спросила она. Нет, что ты, просто именно тогда, когда я наконец решила поговорить, иди. Сука закончила, катя кивнув в сторону двери. Да, спасибо, то есть пока, увидимся завтра в школе. Мне стоило больше усилий не пуститься на утек. Зачем ушел? Непонятно. Мог бы спросить ее про эти тетрадки. Хотя, может быть, он испугался, может быть, реально они как-то с отцом связаны. Может, ее мать с отцом связана? Его. Когда я вышел из подъезда, то внезапно создался вдыхаюсь. Сейчас я бешено стучал, мне понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Интересно, а слить за мной из окна? Хорошо, что я стою под козырьком, но стою слишком долго. Это подозрительно. Стараюсь идти ровнее, я сошагал прочь от дома Кэтрин. Триди людей подальше от нее мне становилось легче. И почему я так на это отреагировал? Да мне не хотелось думать, что Кэтрин будет прикалываться подобным образом, но ведь она так изменилась за полтора года. А если она действительно пыталась меня о чем-то предупредить? Ведь в записке говорится о работе отца. И если сама Катя вряд ли имеет как к этому какое-то отношение, то вот ее мать я медленно удалялся от вечно куда-то бегущего центра Токио, и вскоре высотки и вскоре высотки сменится на низенькие домики, тесно взмущаяся друг к другу. Здесь было, как всегда, тихо, и главное, спокойно. А вот Кэтрин такой пейзаж бы не понравился. И вдруг она решила мне отмстить. Зачем тогда звать к себе домой? Пытаться что-то объяснить. Я до сих пор не мог до конца поверить, что ту записку написала именно она. А как же звонок? Голос был явно мухой. Должится предположить, что все это придумала Катя, то что она какой-то преступный гений с кучей подручных? Конечно, все может быть куда проще, а я лишь надумываю и строю нереальные предположения. Но почему тогда еще неделю назад моя жизнь шла своим чередом? А теперь все идти к чертям собачьим. Однако этот день скоро закончится и начнется новый. И многочисленные прохожие шли по своим делам и с улыбками на лицах. Для них воскресенье возможно единственный выходной за неделю. Так чего уж радоваться тому, что завтра на работу? Если переосмыслить японскую жизнь с точки зрения Кэтрин, то все может показаться куда мрачнее, чем обычно представляется мне. А неужели этого достаточно, чтобы так со мной поступить? Дома я оказался лишь спустя полтора часа. Глупо-глупо было думать, что меня там ждет химицу. Внутри царила тишина, тем более оглушительная. Тем громче во дворе заливались вечерние птицы. Я прошел на кухню, налил стакан воды и замер в каком-то иступлении. Что дальше? Что мне делать дальше? Как дальше жить? Записка. Я бросился в свою комнату и оставил записку из ящика. Да, почерк точно тот, нет никаких сомнений, ее писала Кэтрин. Меня уже даже перестал мучить вопрос, зачем? Остался только вопрос, почему я? Почему она так поступает со мной? Почему она продолжает так поступать со мной? Однако мне все равно не давала какая мысль о нашем сегодняшнем разговоре у нее в квартире. Но не похожа она была на изощренную садистку или шпионку. А вдруг ее почерк подделали? Но зачем? Я продолжал строить теории, краеугольным камнем, которых являлась моя исключительная важность. Наверное, в первую очередь, потому что иначе получается, Катя все это делает из неприятника мне, может быть, из мести. Я не хотел в это верить, просто не мог. Как-то спокойно и прозаично звонил телефон, но я по привычке вздрогнул. Однако еще не вечер для убийц, пионов и прочих диссидентов рановато. Алло, мой голос звучал неестественно даже для меня самого. Ник, с тобой все в порядке? И зачем я понадобился Майку? Лучше не бывает. Ну, как знаешь, продолжил он после небольшой паузы. Допытываться точно не в его характере. Получается, ничего не забыл? Нет, а что я должен был забыть? Мы договаривались сходить в кино. Разве? Вот действительно не помню такого, хоть убей. Может быть и правда договаривались, скорее всего в школе. Он предложил, а я просто согласился, даже не понимая, о чем он говорит. Последнее время я вообще думаю только об одном. И да, а да, знаю, давай в другой раз, то у меня голова что-то болит, да и завтра в школу, ну в общем. Мне даже не хотелось придумывать какие-то правдоподобные отмазки, Майкл в такой ситуации должен повестись максимально тактично. Хорошо, тогда давай до завтра. Косливо. Я повесил трубку и уставился на входную дверь. Ведь можно было у нее спросить, что происходит. Но не убила бы меня Катя прямо там на месте, наверное уж. Вдруг подумалось, что я что-то упускаю, какую-то маленькую деталь, тущий пустяк, без которого этот падал не сожжить. Или все это просто сон. Тогда полтора года назад я часто представлял, что проснусь на следующий день. И все будет по-прежнему. Катеря никуда не уезжала, а мы вместе и любим друг друга. А то, что происходит наяву, всего лишь кошмар. Выходит, мой кошмар продолжает и становится все страшнее. И вовсе не просыпаться было бы даже лучше. Я бы мог искать тишение ухимицу, но не после вчерашнего. И тут мне неожиданно стало легче. Кто бы видел меня сейчас, мерзкое зрелище. Да я всегда был склонен к рефлексиям, но обычно не опускался до жалости к себе. Ведь это то самое гаденькое чувство, когда виноват весь мир, когда все против тебя. У дома химицу остановилась машина. Вернулся ее отец. Как будто это уже сегодня было. Повторяюсь, есть события, за последние полтора года такое случается уж слишком часто. Один день, каждый день, один день, каждый месяц. Тот же самый день из года в год. И в конце петля под потолком в комнате на шестью татами. Хотя не уверен, что со своим ростом я бы там смог даже нормально повеситься. Продолжайте так дальше, даже химицу в итоге не выдержит, уйдет. Итак, сама жильц вытаскивает меня за волосы из этого гнилого болота и подталкивает вперед по дороге из желтого кирпича. Мои спутники страшила из железа дровосек. Из железа дровосека, может еще и Татошка. Интересно, понравилось бы им такое сравнение. Но чтобы идти вперед, надо принимать решение. Например, поговорить как и с Кэтрин насчет записки. Но не сегодня. Сегодня я слишком устал. На Токио опускалась ночь. Та самая воскресная ночь, когда еще есть шанс урубать капельку веселья перед понедельником. Самого оголотелого и безоглядного веселья. Так, стой через полчасика и я уже стоял у двери знакомого бара. Ты серьезно? Внутри было шумно, накурено и воняло перегаром. Для японцев нормально пропустить стаканчик другой после работы. На встрече с друзьями или на свидание. Более того, это считается социально приемлемым и даже обязательным в некоторых случаях. Ну, какой, например, корпоратив без дежурного застолья? Другое дело, что большинство из них совершенно нетолерантны к алкоголю. Пара-тройка кружит пиво и можно выносить, вызывать такси или тащить на себе домой. Поэтому пить с японцами я не любил. Один черт, через час останешься наедине с собой. Только продукт переводить. О, Колян! Прорвалась сквозь гвалт толпы знакомое приветствие бармена. Сам он вскоре выглянул поверх голов сидящих за стойкой людей. Почему я выбрал именно этот бар и так часто здесь бываю? Не сказать, что он рядом с домом, да и сам по себе кабачок чем-то напоминал советскую рюмочную. И уж точно не из-за бармена. Здорово, здорово, что будешь? Дали-ка мне виски двойной. О, что-то случилось? Да, жизнь со мной случилась. Все так плохо? Хуже, чем обычно. Я бы с удовольствием тебя посушил, но видишь, работы полно. Он виноват улыбнулся, налил мне стакан и уже собирался убрать бутылку, но я остановил его, аккуратно схватив за руку. Оставь, сегодня гуляем. Коля, но ты знаешь, почему это виски? Не знаю и знать не хочу. У тебя все равно тут нет ничего дороже 5000 член. Ну, и то правда. Тахокотал он и тут же метнулся на другой конец барок к только вошедшему муличку среднеклет с раскрасневшимися щеками. Без бармена сидеть за стойкой не было особого смысла, поэтому я переместился за только что освободившийся столик. Ко мне тут же подскочила официантка, по выходным они тут водятся, но я холодно сказал, стоять не буду, даже не дав ей времени подсунуть мне меню. Наблюдать за напивающимися обывателями тоже своего рода развлечение. Они уже не заботятся о том, чтобы их разговор не расслышали посторонние, а многие вообще орут во всю глотку. Таким образом, воскресным вечером в любом токийском баре можно узнать, что менеджер по продажам и Васи втайне ненавидит своего шефа. Секретарша Мино Митян изменяет мужу, а большой начальник Токи Сан так боится за будущее своих детей, что не может спать. И они завтра пойдут на работу в хорошем настроении, даже если и не вспомнят, что делали и что говорили сегодня. Я посмотрел на полную бутылку виски. Ну а я... Тут свободно? Передо мной стояла молодая девушка в строгом делом костюме непривычного красного цвета. Европейка. Я глядел в бар и понял, что других свободных мест нет. Да. Ой, извините, я просто... Смеялась она и поставила на стол какой-то хитрый коктейль, в которых у барменов о финале было множество. Не часто тут встретишь не японца. Ой, но я не в том смысле, я здесь впервые, да и с вами не знакома. Вы простите меня еще раз. Она была явно веселее, много смеялась и находилась как раз в том состоянии, когда приличной даме достаточно буквально пол бокала шампанского, чтобы стать шифоньеркой, в высшей степени изысканным, но все же предметом. Мебели. Впрочем, я был рад компании, а женскому обществу вдвойне. Ведь не вся моя жизнь крутится вокруг пары девчонок, которые сами не знают, чего хотят. Да, вы правы, мы тут за все время существования этого бара наверное не единственные европейцы. Не считай, конечно, бармена. Я улыбнулся, стараясь выглядеть приветливо. А вы тут часто бываете? На вид ей было лет 25, хотя может и больше. Ну, захаживаю время от времени. Вам нравится? Буквально пару минут назад он сам задавал этим вопросом. Скорее, просто привык. Как интересно. Неопределенно протянула она и впилась в меня взглядом. Вы, наверное, студент. Добрый того. Отчего-то убедительно врать ей у меня сейчас все не получалось и я начал отводить глаза. не говори, что я школьник. Тадай. Как вы угадали? Просто мне кажется, что как раз там учатся такие красивые умные молодые люди. Она резким движением протянула мне руку. Иран Дюпон парлес францейс. Я смутился, но все ответил на рукопожатие. Николай, Николай Анохин. О, так вы из ДЦР? И не давая мне вставить ни слова продолжила. Москва прекрасный город, я там бываю. Кремль, Красная площадь. Вы из Москвы? Может быть из Ленинграда. Ой, может быть из Ленинграда? Там чудесно-чудесно великолепные музеи. Вы не оттуда? Я могу сказать отсюда. Вот как? Очень интересно. А я вот совсем недавно в Японии. Странно, говорит почти без акцента. Все при посольстве тут все такое. Иран разбила руки в сторону. Явно демонстрирую какое именно такое. Хотя на самом деле у меня нет так уж и много свободного времени. Вот сегодня пошли выпить с японскими коллегами, но я их где-то потеряла. Растяпа такая. Она заливает громким смехом. Можете себе представить? Тут подобное случается? Мне льстило внимание такой девушки. или лучше сказать женщины. Она была красива совсем не той красотой с той девочкой, которых я знал. Разве это разве сто Элли? Ну и ей не хватало взрослого фарма Ирен. Ну и вот сижу тут теперь одна. Вы простите то есть с вами. Конечно же с вами. Она накрыла своей ладонью мою руку. Спасибо вам Николай заставили компанию бедной глупой мадмазель. Ну и вам спасибо. Хотя стоит а я все о себе да о себе. Вот вы на кого учитесь. Она мгновенно выпрямилась в браво руку. Да не знаю даже. Глупость сказал. У нас пока общие предметы профессии еще не выбрал что нибудь гуманитарная. А так можно да? Удивилась она. Я бы и сам хотел знать можно или нет. Конечно то да и все таки. Хорошо быть молодым. Протянула Эрен. Я решил что это шанс. Но вы тоже скажете если бы не костюм я подумал что в школе учитесь. Она засмеялась. Не неужели дипломатов заставляют и в выходные работать? И в выходные и в праздники и даже вы не поверите 14 июля? Да вы 14 июля? Ну это уж слишком. Да совсем не то что в СССР. Право трудящихся интернационал. Николай давайте споем. Иран я не думаю что да бросьте вы вон они поют Энку и мы чем а мы чем хуже. Я ненькая компания в год действительно фальшива подвывала какую-то песенку про любовь. Мне все-таки кажется нас неправильно поймут. Вы так заботитесь о чужом мнении? А вы нет вы дипломат. Она секунд замерла ее глаза прояснились. В их взгляде появилась смысленность и какая-то холодность. Но через мгновение она снова вспрыснула. Мамочки я такая пьяная. Николай я вам никто никогда не говорил что вы красивый. Я вам никогда никто не говорил что красивый. Я совру и скажу что не говорили. Тогда можно я скажу. Я уже не знал что думать. И все полчаса назад я считал себя взрослым или по крайней мере был уверен что смогу вести себя как взрослый в любой ситуации. А в итоге мне оказалось достаточно всего лишь одной подвыпившей француженки под наш разговор я успел осушить бутылку на третий и уже готов был положить классно даже наверное на саю тян. Николай вы так на меня смотрите? Виски смыл последние остатки робости. Мне кажется любой на моем месте также бы смотрел на такую прекрасную девушку как вы. Николя говорить такой девушке с которой только что познакомились? Но ведь знакомство вовсе не должно на этом заканчиваться. Ирэн покраснело уже кажется не только от выпитого и наклонившись ко мне шепнуло на ухо тогда пойдем отсюда я дрожащими руками не глядя кинул несколько крупных купюр на стол прошу вас месье она неуверенно встала со стула и пошатываясь направилась к выходу я тут подскочил к Рен и придержил свою руку которую она немедленно обхватила и повисла на ней наконец-то свежий воздух когда мы вышли на улицу она вдохнула полной грудью и сильнее прижалась ко мне надо поймать машину я не думаю что кто-то остановится учись смеялась она подошла поближе к проезжей части и взмахнула рукой я не мог поверить самым глазом когда буквально спустя минуту рядом с ней остановилась машина да какая представительский черный седан видимо не только я был сражен ее красотой залезай иран весело позвала меня ну что же похоже фея крестная продула свою волшебную палочку в карты потому что золушка с бала сегодня вернется не одна к тому же не в тыкве а на карете я даже с первой не обратил внимание на то что стекло машины были затонированы итак никого очевидность ты не притворяешься сказала иран спокойно что поехали она кивнула водителю и с такой неприязнью посмотрела на меня следов заерзан на сиденье иран что происходит от ее пьяного веселения осталось следа меня зовут Ирина мостовая майор Ирина мостовая КГБ СССР окей и только тогда я понял что она говорит по-русски и совершенно без акцента нет какой кстати у русской девушки должен быть акцент сколько бляд ты не учил язык сильно отличаюсь от твоего родного сколько бляд ты не жил в чужой стране все равно будет понятно что родился и вырос ты не здесь во всяком случае мне так казалось это какая-то шутка однако я все еще не мог до конца знать что происходит это я у тебя хочу спросить но причем тут я ты правда меня не узнаешь она нахмурилась нет я должен ладно проехали дальше отвечай четко и только по делу ты знаешь что случилось с твоими родителями они они мы попали автокатастрофу они погибли я же помню я сидел на заднем сидении и поэтому выжил неужели все было не так здесь я задаю вопросы если ты хочешь если ты хочешь слышать на них ответы то я рассчитываю на диалог сказал я с незнамо откуда взявшись решимостью ирина со злости прикусила губу да они погибли в автокатастрофе но их смерть не случайно большего тебе сейчас знать не нужно что тебе известно про их работу значит моих родителей убили из-за их работы да коротко ответила она кб яши корпорейшн и это был не вопрос так что ты знаешь ничего я не знаю нашли кого допрашивать я простой школьник да к тому же сирота ты уже наверняка понял что простым школьником бы не заинтересовалась кб яши корпорейшн но почему я ирина не ответила за окнами автомобиля медленно полз ночной токио я не знал куда мы едем и мне было все равно вряд ли меня везут убивать а представление в баре она разыграла скорее всего просто ради проверки на удивление я был в состоянии трезво рассуждать и спокойно анализировать ситуацию это нам и хотелось бы выяснить звонки мне домой это все корпорация нет звонили мы чтобы предупредить тебя но ты есть чего нужно взять предостережением снять предостережением и что мне теперь делать ты точно ничего не знаешь подой может быть отец тебе что-то рассказывал а ты просто забыл или он тебе оставил какие-то вещи бумаги документы нет я действительно не мог ничего такого вспомнить у нас была совершенно обычная семья ты считаешь что советские инженеры бежавшие из союза и работавшие на крупнейшую в Японии транснациональную корпорацию это обычно усмехнулась Ирина помимо этого у нас все было нормально или ты просто не помнишь если даже я не мог вот так запросто поверить что мои родители были связаны с чем то зачастую их могли убить если даже то что вы говорите правды я об этом ничего не знаю и не знал верится с трудом верьте во что хотите я как-то машинально перешел на вы однако все это точно как-то связано со мной моей семьей записка кэтрин уже достаточно того что они считают что связано николай вдохнула Ирина неужели ты совсем забыл про долг перед родиной а я у нее ничего не занимал она сверкнула глазами но сдержалась и продолжила то есть ты считаешь что здесь лучше в стране которая сгубила твоих родителей почему я вообще должен верить вам лучше не знаю но еще недавно я жил спокойно пока вы меня во все это не втянули мы тебя ни во что не втягивали мы наоборот пытаемся тебя защитить отличная защита и в чем же она выражается Ирина вздохнула чтобы что-то получить надо сначала дать что-то взамен но у меня ничего нет прекрати надо мной издеваться неожиданно закричала она ты ты все знаешь просто расскажи что нужно японцам и мы сможем вернуть тебя домой или ты думаешь что у тебя получится меня обмануть а с чего вообще взяли что имя от меня что-то нужно если звонили вы это в данный момент тебя не касается тогда чего ждете от меня Ирина моментально успокоилась некоторое время изучила меня немигающим взглядом хорошо тогда мы сами во всем разберемся а ты сиди и не высовывайся не лезь ни во что и все вот так просто а ты хочешь чтобы было сложно у меня еще остались вопросы ответы на которые ты не получишь если хочешь жить если ты говоришь правду если ты говоришь правду то чем меньше ты знаешь тем лучше полезные обладающие информацией ресурсы простые школьники никому не нужны однако быть готов за тобой какое-то время будут следить вы и мы в том числе или ты хочешь чтобы с тобой тоже произошел несчастный случай я испытывал крайнюю неприять к этой женщине не могу поверить что еще каких-то пять минут назад рассчитывал на легкий секс со случайной знакомой впрочем в какой-то степени я добился желаемого только вот имеют сейчас меня и еще веди себя как обычно никто не должен знать что я говорил со мной а выдать тебя может что угодно ходи в школу встречайся со своими девками бухай на худый конец машина плавно остановилась приехали выходи за окном в ночи проступали очертания моего дома надеюсь я не увидел что меня привезли вот так успел подумать я и учти два раза мы не повторяем так что в твоих же интересах запомни все что я тебе сказала черный представительский седан с тонированными стеклами почти бесшумно скрылся за поворотом я стоял у входа в свой двор и бездумно смотрел ему след и тут меня затрясло буквально заколотило от страха как вообще я мог все это время сохранить видимое спокойствие и способность нормально мыслить ноги ноги сами понесли меня к дому закрыть дверь дверь в сад и еще одну окна сколько же у меня дома окон вот бы сейчас пистолет я лежал в кровати и пересохшими глазами таращился в темноту конечно было очевидно что чекисты не вернутся хотя бы сегодня а что насчет японцев если они следили за мной то могли видеть как я садился в ту машину оставалось надеяться что советские разведчики свое дело знают эх кэтрин восторг ты меня втянула так 14 часу вот письмо или он лежал ладно неделя прошла значит мы сохраняем игру это воспоминание его понятно ну что вот мы прошли 7 дней уже 2 часа ой вебка темная теперь вебка светлая извиняюсь за вебку ну в общем вот так вот пока еще неизвестно что и как но мне интересно реально можно сказать мы прошли неделю 7 дней где-то для 4 часа почти 5 часов ладно ну что же это была игра любовь деньги рок-н-ролл и так это пока втор пока первое прохождение ну что ж всем спасибо кто смотрел всем удачи до скорой встречи еще увидимся до скорой встречи Продолжение следует...